Ньюань начал формировать строй. В соответствии с местами, указанными на схеме формации Гу, он нашел 8 ядер формации в благословенной Земле звездной формы под руководством Духа Земли звездной формы, он поместил туда соответствующий бессмертный Гу один за другим. Благословенная Земля звездной формы имела несколько знаков до пути космоса, Дух Земли не мог телепортироваться. 8 ядер формации были очень разными по расстоянию, они были то близко, то далеко из-за этого Фан Юань потратил много времени, к тому времени, когда он закончил, он уже провел полдня. После этого шага Фан Юань, который был бдителен и осторожен, снова внимательно осмотрел эти 8 ядер формации. Убедившись, что проблем нет, Фан Юань вернулся на свое исходное место и поместил выбранную звездную рыбу дракона в свою собственную бессмертную апертуру. По его приказу Дух Земли звездной формы открыл вход в Благословенную Землю. Фан Юань вышел в земную бездну. Двери Благословенной Земли сияли светом, но он мог освещать только небольшой участок земли. Внутри земной бездны было очень темно и тихо. Это была глубокая часть земной бездны, даже секта Древней Души, одна из 10 великих древних сект Центрального Континента, еще не исследовала ее глубоко. Но даже при том, что здесь не было людей, было бесчисленное множество скрытых опустошающих зверей, и даже древних опустошающих зверей, это было очень опасно. Нельзя было терять время, Фан Юань выпустил звездную рыбу дракона с шипами. Звездная рыба дракон с шипами была размером с обычного кита, но выглядела как карп. Ее тело было покрыто синей рыбьей чешуей. Из его спины вдоль позвоночника торчали кости, выходящие наружу. Фан Юань поместил 4 бессмертных гу на тело звездной рыбы дракона с шипами в соответствии с меньшей схемой формации гу. Один был у него во рту, один был в определенной кости на его спине, один был в левом глазу, а последний был в его желудке. Несмотря на то, что звездная рыба дракон с шипами была большой, она не могла сравниться с благословенной землей звездной формы. Фан Юаньу потребовалось совсем немного времени, прежде чем его приготовления были завершены. Он снова внимательно осмотрел его, прежде чем Фан Юань подтвердил это. 12 бессмертных гу были правильно установлены. Он начал разбрасывать бесчисленное количество смертных гу по округе, был даже один или два бессмертных гу, которых он выбросил, создав мощную формацию гу. Затем он, наконец, оказался в самом решающем моменте перемещения благословенной земли. Фан Юань внимательно следил за методом, он активировал оставшихся четырех бессмертных гу. Двери благословенной земли звездной формы медленно закрылись, растворившись в воздухе. Все тело Фан Юяня начало светиться ярко-желтым светом. Несмотря на то, что желтый свет был ярким, на него не было больно смотреть, это был очень теплый цвет. После 17 вздохов свет начал исчезать, они собрались в глазах Фан Юяня. Фан Юань глубоко вздохнул, он приказал. В следующий момент из его правого глаза вырвался слабый луч желтого света, поразив звездную рыбу дракона размером с кита. Тело звездной рыбы дракона с шипами задрожало, маленькая формация гу на ее теле активировалась, оно засияло красным светом. В этом красном свете звездная рыба дракон, казалось, была одета в красную броню. Вся звездная рыба дракон с шипами была твердой, как скала, и не двигалась, словно статуя. Некоторое время Фан Юяня тяжело дышал, затем из его левого глаза вырвался луч желтого света, прямо пронзив скрытое место благословенной земли звездной формы. Под влиянием светового столба благословенная земля звездной формы вытянулась, превратившись в глыбу голубого света. Голубой светящийся комок был размером с большую фасоль, что резко контрастировало с огромной, похожей на кита звездной рыбой драконом. В тот момент, когда благословенная земля звездной формы была поглощена этим, бессмертная сущность зеленого винограда в бессмертной апертуре Фан Юяня начала потребляться с ужасающей скоростью. Левый глаз Фан Юяня с трудом повернулся, перемещая вместе с ним столб желтого света. Столб желтого света начал медленно двигаться, притягивая сгусток синего света. И эта звездная рыба-дракон с шипами, которая теперь была похожа на каменную статую, также двигалась вместе с правым глазом Фан Юяня, медленно приближаясь к благословенной земле. Грохот, земля дрожала и земля тряслась. Рев, 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 бесчисленные свирепые звери во тьме ревели в панике и ярости. Перемещение благословенной земли, естественно, вызвало сильную турбулентность небесной и земной ци. В глубине бездны уже формировалось мощное землетрясение. Фан Юяня не заботился об этих пустяковых деталях и сосредоточил всю свою концентрацию на звездной рыбе-драконе с шипами и благословенной земле звездной формы. Огромный валун рухнул ему на голову, но был заблокирован заранее подготовленными методами. Фан Юяня был уверен, что сможет продержаться какое-то время, даже если нападут опустошающие звери. Он создал среду, которая не позволяла ему какое-то время беспокоить его. Словно он двигал две большие горы, два зрачка в глазах Фан Юяня медленно двигались. В этот момент и его тело, и душа напрягали все свои силы. Не так много времени прошло с тех пор, как два огня коснулись друг друга. Однако для Фан Юяня это было так, будто прошел год. В тот момент, когда благословенная земля звездной формы, коснулась звездной рыбы-дракона, Фан Юянь внезапно расслабился, как будто он сбросил чрезвычайно тяжелое бремя. В этот момент решающую роль сыграли тщательно организованные формации бессмертных гу Фан Юяня. Благословенная земля звездной формы была подобна страннику, возвращающемуся домой, или ласточке, возвращающейся в свое гнездо, устраивающейся в теле звездной рыбы-дракона с шипами, превращаясь в бессмертную апертуру внутри него. Это был метод, который дух земли Лангья использовал для перемещения благословенных земель. Должен быть опустошающий зверь или древний опустошающий зверь, в котором благословенная земля была бы пересажена как апертура внутри него. После этого опустошающий зверь или древний опустошающий зверь мог принести бессмертную апертуру, куда бы они ни были перемещены. Однако время в этом процессе передачи было очень ограничено. Опустошающий зверь или древний опустошающий зверь, который держал бессмертную апертуру, не мог входить ни в какую другую бессмертную апертуру, а также не мог использовать какой-либо бессмертный гу, иначе это повлияло бы на работу бессмертную гу формацию в их теле. Конкретные обстоятельства заключались в следующем Фан Юян не мог поместить эту звездную рыбу дракона в свою бессмертную апертуру, чтобы быстро переместить ее В то же время, он также не мог использовать какие-либо другие бессмертные гу или бессмертные убийственные хода, чтобы помочь ему Он мог полагаться только на собственную физическую силу звездной рыбы дракона с шипами, чтобы плавать и перемещаться в другое место В конце концов, хотя внутри звездной рыбы дракона с шипами находилась бессмертная апертура Это было сделано лишь с помощью больших и меньших формаций бессмертных гу Даже незначительное внешнее воздействие могло привести к разрушению формации гу И не только мгновенное перемещение благословенной земли потерпело бы неудачу, но и использованный бессмертный гу также мог быть уничтожен Но даже такой большой недостаток не мог скрыть огромной ценности этого метода Человек, который создал этот метод переселения, не был длинноволосым предком, но был не менее известен в истории, чем длинноволосый предок Его звали Старый Бессмертный Конкдзе В долгой истории гу бессмертных он был одним из трех верховных гроссмейстеров пути усовершенствования легенды эпохи далекой древности Его исследования и понимание апертуры бессмертных апертур превзошли его время Именно его усилия позволили представителям десяти экстремальных телосложений продвинуться вперед и стать гу бессмертными, образовав благословенные земли высшего уровня Старый Бессмертный Конкдзе назвал Бессмертный убийственный ход перемещения благословенных земель методом трансплантации бессмертной апертуры До этого момента это был бессмертный убийственный ход с наибольшим количеством основных бессмертных гу, которые видел Фан Юань Тем не менее, этот бессмертный убийственный ход с 16 ядрами бессмертных гу был лишь незавершенным бессмертным убийственным ходом Первоначальные мысли старого бессмертного Конкдзе заключались в том, чтобы идеально пересадить бессмертную апертуру гу бессмертного в тело опустошающего зверя или древнего опустошающего зверя В отличие от текущей ситуации, когда они могли полагаться только на две формации гу и потреблять много бессмертной сущности, чтобы с трудом присоединиться друг к другу и только на некоторое время вдобавок ко всему После того, как длинноволосый предок получил это наследство Старого Бессмертного Конкдзе, он также предпринял много попыток завершить его с помощью результатов исследований Старого Бессмертного Конкдзе, но все они закончились неудачей При осмотре Пути Мудрости, чернильницы гу бессмертный Ян, длинноволосый предок обнаружил, что этот незавершенный бессмертный убийственный ход уже имеет шокирующую ценность Гу бессмертные могли бы использовать его, чтобы переместить бессмертные апертуры мертвых гу бессмертных Время шло, принося в мир большие перемены Теперь, бесчисленное количество лет спустя, Фан Юян извлекал из этого выгоду Двигайся, иди туда Фан Юян приказал Звездной Рыбе Дракону двигаться Из-за недостатков метода трансплантации бессмертной апертуры скорость Звездной Рыбы Дракона с шипами была меньше половины исходной скорости А давление на тело было огромным, как будто он двигался с горой на спине Это сделало расстояние, на которое Благословенная Земля могла перемещаться каждый раз ограниченным Дух Земли Лан Я переместил Благословенную Землю Лан Я, но она не должна была быть далеко от предыдущего места Это также было одной из причин, по которой Фан Юян не переместил Благословенную Землю Бессмертной Ху К счастью, земная бездна, очень хорошая скрытая область, пройдет много времени, прежде чем этот слой будет открыт и развит Я могу использовать Благословенную Землю Звездной Формы в качестве надежного лагеря для пополнения и восстановления сил Более того, я знаю недостатки метода трансплантации бессмертной апертуры, а другие не знают Когда Хей Лу Лан не увидит Благословенную Землю Звездной Формы, она может подумать, что Благословенная Земля уничтожена В конце концов, концепция перемещения Благословенных Земель уже превзошла всеобщие знания Гу Бессмертных Таким образом, Фан Юян привел Звездную Рыбу Дракона с шипами в земную бездну Путь, по которому он двигался, естественно, соответствовал искусно составленной карте, уже прошедшей множество испытаний и прощупываний Он продолжал двигаться вглубь земной бездны, избегая при этом многих опустошающих зверей В промежутках между территориями опустошающих зверей и древних опустошающих зверей Фан Юянь медленно двигался с Звездной Рыбы Дракона с шипами Пункт назначения Фан Юяня находился на три слоя ниже первоначального местоположения Благословенной Земли Звездной Формы Однако, спустившись на два уровня вниз, удача Фан Юяня была исчерпана Когда он столкнулся с опустошающим зверем, гигантской одноглазой обезьяной Одноглазая обезьяна была чрезвычайно энергична и часто бродила по земной бездне Когда она обнаружила Звездную Рыбу Дракона с шипами, он взволнованно начал погоню Фан Юянь начал ожесточенную борьбу с этой одноглазой гигантской обезьяной Усиленно поддерживая безопасность Звездной Рыбы Дракона с шипами Но, в конце концов, Фан Юянь страдал от отсутствия убийственного хода поля битвы И был не в состоянии эффективно ограничить движение одноглазой гигантской обезьяны В конце концов, на полпути к их местонахождению одноглазая гигантская обезьяна Тяжело ранила Звездную Рыбу Дракона с шипами Звещатая Рыба Дракон была чрезвычайно слаба, неся бессмертную апертуру Она уже использовала всю свою силу, чтобы двигаться И поэтому у нее не было лишней энергии для ответного удара Фан Юянь, наконец, прогнал эту проклятую одноглазую гигантскую обезьяну Но Звездная Рыба Дракон с шипами уже была тяжело ранена и больше не могла двигаться К счастью, бессмертные гуни пострадали Если с ними что-нибудь случится, разве мне не придется компенсировать Лан Я Пока я не обанкрочусь После того, как Фан Юянь осмотрел состояние, его тяжелое настроение улучшилось Это была удача внутри несчастья Поскольку ситуация уже повернулась Таким образом, Фан Юянь мог выбрать только второй лучший вариант И поместить благословенную землю звездной формы поблизости В тот момент, когда бессмертная апертура была удалена Звездная Рыба Дракон с шипами полностью рассыпалась Превратившись в лужу мяса и крови Даже ее звериная душа рассеялась Это была необходимая жертва метода трансплантации бессмертной апертуры И Фан Юянь уже знал об этом Даже если Звездная Рыба Дракон с шипами не пострадала Когда она достигнет места назначения Она все равно умрет от истощения Благословенная земля звездной формы была успешно перемещена Спрятанная в совершенно новом месте Все того стоило Фан Юянь вошел в благословенную землю звездной формы Небесная и земная ци благословенной земли звездной формы Сильно пострадали от переселения В благословенной земле звездной формы произошли сильные землетрясения Только до тех пор, пока благословенная земля звездной формы не была помещена на зиме не начала поглощать бесконечное количество земной ци, она стабилизировалась, поскольку землетрясения прекратились, в этот момент Фан Юань посмотрел на его, обширный ландшафт был заполнен трещинами и расщелинами, от горящего пламени поднимался темный дым, сердце Фан Юаня слегка упало, он глубоко вздохнул, это было то, с чем у него не было другого способа справиться, потому что, чтобы пересадить бессмертную апертуру, он не мог прервать активацию двух бессмертных Гу формаций, таким образом, даже если у Фан Юаня были методы, связанные с бессмертным Гу, он не мог использовать методы защиты или защиты на благословенной земле звездной формы, дух земли Лан Я однажды сказал Фан Юаню об этом, потери благословенной земли Лан Я были намного больше, чем благословенная земля звездной формы Фан Юаня, таким образом, обычно благословенная земля не перемещалась. Где Дух Земли? Позвал Фан Юань. Глаза земного Духа Звездной Формы были красными, он не понимал, почему его хозяин хотел перемещаться. Под руководством Духа Земли Звездной Формы Фан Юань начал осматривать Благословенную Землю Звездной Формы. Сначала он должен был осмотреть четыре источника дохода Благословенной Земли Звездной Формы. Лес бамбука со стрелами, разбитое Звездное озеро, метеоритную яму и поля травы Звездных Фрагментов. Вода разбитого Звездного озера текла по огромной трещине, на дне озера были кучи водорослей, внутри еще оставалось немного воды, оно еще не полностью высохло. Пейзаж как прежде. Фан Юань достал бессмертного Гу и влил в него свою бессмертную сущность. Бессмертный Гу пейзаж как прежде испускал белый свет, проносящийся над разбитым Звездным озером. Сразу же земля под разбитым Звездным озером зажила, вода в озере наполнилась и вернулась в исходное состояние. Но потеря морских водорослей все еще должна была повлиять на производство Звездной реки Гу в течение определенного периода времени в будущем. В воде ничего не было, только водоросли и водные растения плавали вокруг. Первоначальный дворец под озером был полностью разрушен. Пейзаж, как прежде, не мог восстановить такие вещи, как искусственные здания. Но группы рыб, группы насекомых и группы Гу, находившиеся внутри этого озера, не погибли от землетрясений. Фан Юань давным-давно переместил их в благословенную землю Бессмертной Ху. Бессмертная апертура Фан Юаня была мертвой землей, живые существа не могли жить внутри долго. После этого Фан Юань отправился в бамбуковый лес, метеоритную яму и поля травы Звездных фрагментов, чтобы осмотреть их. Вопреки его ожиданиям, бамбуковый лес не пострадал. Рядом с лесом бамбука со стрелами были две длинные трещины, они узко касались края леса, это было действительно близко. Лес бамбука со стрелами был самой большой плантацией на благословленной земле Звездной формы, Фан Юань уже собрал там большую часть ресурсов и сохранил их на благословенной земле Бессмертной Ху. Подумать, что лес бамбука со стрелами избежал этого кризиса, это была настоящая удача. А вот метеоритной яме и полям травы Звездных фрагментов повезло меньше. Метеоритная яма сильно пострадала, ее было почти не узнать. Что касается полей травы Звездных фрагментов, то из-за пожара некоторые из них сгорели дотла, на первый взгляд это была бесплодная земля. Под действием эффекта пейзажа как прежде метеоритная яма была восстановлена до нормального состояния и даже рельеф поля травы Звездных фрагментов был восстановлен. Бессмертный Гу пейзаж как прежде действительно полезен, с ним мои потери сократились как минимум на 80%. И поскольку я уже заранее переместил большую часть своих ресурсов, благословленная земля Звездной формы в конце концов понесла лишь незначительные потери, хотя произошли огромные разрушения. Оглядываясь вокруг, Фан Юань подумал, что он использовал пейзаж как прежде, чтобы восстановить ландшафт благословенной земли Звездной формы, но на это было потрачено много бессмертной сущности зеленого винограда. Он не все исправил, он оставил некоторые трещины в земле, как они были. У него был приступ вдохновения. Может быть, я смогу использовать этот шанс и превратить трещины в земле в речные русла, создав сеть, которая может распространиться по всей благословенной земле Звездной формы. Но благословенная земля Звездной формы имеет уникальную местность, и для того, чтобы воплотить это в жизнь, мне нужно будет использовать свет мудрости и подумать над этим. Затем Фан Юань использовал исправленное бессмертное путешествие Гу и отправился к духу земли Ланья, вернув бессмертных Гу обратно духу земли Ланья. Дух земли Ланья вернул бессмертного Гу, который был залогом Фан Юанья, и сказал. Если вам нужно переместить что-то еще, вы можете найти меня снова. Ведь он только что заработал огромную сумму, за короткое время он заработал более двух тысяч камней бессмертной сущности. Дух земли Ланья продолжил. Если вы присоединитесь к моей секте Ланья и станете верховным старейшиной, в будущем, когда вы переместите свою благословенную землю, я могу дать вам огромную скидку при заимствовании бессмертных Гу. Я подумаю об этом. Фан Юань ответил нерешительно. Он хотел только получить выгоду от земного духа Ланья, он не хотел быть связанным с этими волосатыми мужчинами. Как только он присоединится, он не сможет уйти, он потеряет свою свободу. Он бы не стал принимать такое глупое решение. Затем Фан Юань использовал исправленное бессмертное путешествие Гу и вошел в бессмертную апертуру Тай Бай Юньшина, вернув ему пейзаж как прежде. В бессмертной апертуре Фан Юань спросил Тай Бай Юньшина об информации Восточного моря. Тай Бай Юньшин сказал ему, что Сун Иши и другие искали его повсюду, в результате чего некоторые люди пришли к Тай Бай Юньшину. Глядя на ситуацию, наши отношения будут раскрыты в ближайшее время. Пробормотал Фан Юань. Я предлагаю вам связаться с акулой-демоном и присоединиться к альянсу зомби Восточного моря. Полагаясь на альянс зомби, вы сможете решить эту проблему, сказал Тай Бай Юньшин. Фан Юань не беспокоился, на его план не повлияло внешнее давление, он покачал головой. Еще не время, до следующего нападения на благословенную землю Юэлу еще более десяти дней, давайте подождем и посмотрим. Благословенная земля бессмертной Ху, десятки дней спустя. Подземная пещера. Окунувшись в свет мудрости, Фан Юань открыл глаза, выдохнув мутный воздух. В конце концов, я все равно потерпел неудачу. Пробормотал он, медленно вставая. Он сидел на маленьком грибном пеньке, он использовал его как табуретку. Но такие короткие обрубки теперь были большой редкостью. Прямо сейчас подземная пещера представляла собой огромный лестжи, эти ленджи сильно отличались от прежних, они были не только высокими и толстыми, но и красного цвета. Это произошло из-за седьмого земного бедствия благословенной земли бессмертной Ху, цветков керри и ядовитой крови. Из-за этой возможности обычный лестжи стал лесом кровавых джи. Почва благословенной земли бессмертной Ху изначально не подходила для роста лесов джи, но теперь она превратилась в кровавый лестжи. Она могла расти очень хорошо. Но этому лесу джи потребуется одна или двести лет, чтобы расшириться и превратиться в настоящий лес за счет создания большего пространства и оттеснения почвы и камней. Фан Юань не возлагал больших надежд на этот кровавый лестжи, он не собирался вкладывать в него деньги. В эти последние дни Фан Юань не спал и не отдыхал, он прикладывал все свои усилия к развитию благословенной земли звездной формы. Как только его личность будет раскрыта, все узнают, что он был виновником обрушения здания 88 истинных Ян. Благословенная земля бессмертной Ху должна была быть отдана, к тому времени благословенная земля звездной формы станет его единственной базой. К тому моменту, если Фан Юань все еще будет бессмертным зомби и не возродится, благословенная земля звездной формы сыграет еще более важную роль для Фан Юаня, имея огромную ценность и пользу. Таким образом, внимание Фан Юаня уже сместилось с благословенной земли бессмертной Ху на благословенную землю звездной формы. Что касается плана развития благословенной земли звездной формы, Фан Юань уже думал об этом десятки дней назад, используя свет мудрости. Согласно его более раннему вдохновению, он построит огромную речную систему на благословленной земле звездной формы, фактический план после правильного вывода был более грандиозным. Вся речная система будет не только на земле, он даже включит в нее небо, он собирался создать огромную трехмерную речную систему. Это использовало уникальный ландшафт благословленной земли звездной формы. Благословенная земля звездной формы имела впадину в центре, при этом имея большую высоту по бокам, она напоминала форму чаши. Если бы он построил речную систему только на земле, вся вода потекла бы к центру. Но если бы она была трехмерная, вода из центра втягивалась бы в небо, текла бы к краям благословенной земли и образовывала бы великую систему для течения воды. Что касается способа создания рек в небе, Фан Юань вывел самый дешевый и простой способ – это облачная почва. Облачная почва также использовалась духом земли Ланг-Я, чтобы насильно создать облачный континент в небе благословенной земли Ланг-Я. Фан Юань намеревался использовать облачную почву для создания множества речных каналов. Вдоль этих рек на плодородной облачной почве будет расти бесчисленное количество травы звездных фрагментов. Почва, на которой росла трава звездного фрагмента, была облачной почвой. У звездного лорда Ван Сяна не было иного выбора, кроме как посадить их в черную почву, так как у него не было достаточно финансовых возможностей для оптовых закупок облачной почвы. Но окружающая среда благословенной земли звездной формы очень подходила для роста травы звездных фрагментов. Это привело к тому, что скорость роста травы звездных фрагментов была выше на благословенной земле звездной формы, чем на благословенной земле бессмертной Ху. План Фан Юяня был прекрасен, но реальность была жестока. Фан Юяню не хватало огромного количества средств, он только что накопил две тысячи камней бессмертной сущности, но передал их духу земли Лан Я, таким образом, в эти дни он мог восстановить только четыре источника дохода на благословенной земле звездной формы. Лес бамбука со стрелами достиг своего наилучшего состояния, испуская легкий туман при использовании большого количества воды из лунного колодца. Полностью восстановлена метеоритная яма и разбитое звездное озеро. Поля травы звездных фрагментов были более неприятными, но после того, как Фан Юян несколько раз использовал убийственный ход весенней звездной дождь, они также быстро росли. С тех пор, как он получил наследство пути звезд и получил бессмертно вагу звездный выстрел, весенний звездный дождь превратился в бессмертный убийственный ход, его эффект был в десятки раз лучше, чем раньше. Что касается рыбы дракона, жутких огненных драконьих питонов, печальных пауков и горы Дангхун внутри благословенной земли бессмертного Ху, они еще не были перемещены. Во-первых, ему нужно было обустроить это место на данный момент и доработать надлежащую систему потока воды, прежде чем перемещать рыбу дракона. Во-вторых, благословенная земля звездной формы скоро столкнется с небесной скорбью. Почему звездный лорд Ван Сян так стремился исследовать небесный грот звездного неба? Это было потому, что приближалась небесная скорбь. Он был губи-смертным шестого ранга, прошедшим одно небесное испытание, и вскоре ему предстояло столкнуться со вторым. Поскольку он сражался с Сунцзэсин и был тяжело ранен, он потерял уверенность в том, что сможет пережить невзгоды, ему пришлось раскрыть секрет небесного грота звездного неба и затащить Шилэя, чтобы вместе исследовать небесный грот звездного неба. Фан Юань все еще колебался, следует ли ему переместить все эти ресурсы до того, как грянет небесный аскорбь. Покинув подземную пещеру, Фан Юань вернулся во дворец Данхун. Гу Юэ Фан Чжин, который все это время находился в плену, казалось, смирился с судьбой, его глаза были пустыми, когда он сидел в тюремной камере, не двигаясь. Очевидно, правда о том, что секта бессмертного журавля пыталась убить его, а его хозяин лорд небесный журавль пытался завладеть им, была очень важной новостью для него. Согласно своим обычным привычкам, Фан Юань встал перед ним и сказал несколько слов. Гу Юэ Фан Чжин вообще не двигался, выражение его лица было онемевшим, как будто он не слышал ни слова. Фан Юань не беспокоился, пока Гу Юэ Фан Чжин ел пищу, это означало, что у него была воля к жизни. Что касается того, как изменить свое мышление и изменить свою точку зрения, чтобы Фан Чжин относился к Фан Юаню более благосклонно, это был долгий процесс, не нужно было спешить. После этого Фан Юань пришел в другую секретную комнату и осмотрел душу Дун Фан Чан Фаня. Теперь у него было много душ бессмертных, в том числе Дун Фан Чан Фан, пернатый гу бессмертный Чжин Лин, Сюисун Цзы и Снежной горы, а также одинокий культиватор Восточного моря Ягопи. В эти последние дни, помимо освоения благословенной земли звездной формы, он искал эти души. В настоящее время он уже обыскал все их души, он получил много преимуществ. Но что действительно заставило Фан Юаня стремиться к большему, так это душа Дун Фан Чан Фана. Время от времени Фан Юань обыскивал его душу. Не стал исключением этот раз. После поиска души, душа Дун Фан Чан Фаня внезапно заговорила. Мои воспоминания были прочитаны вами бесчисленное количество раз, но в последнее время, когда вы проводите поиски души, вы всегда проведете воспоминания о демонтаже убийственного хода поля битвы в моей душе. Похоже, вы столкнулись с наследством или столкнулись с сильным врагом, который требует от вас разгадать убийственный ход поля битвы. В ответ на слова Дун Фан Чан Фана, Фан Юань был слегка озадачен, он откровенно ответил, правильно. В последние дни я изучал ваши наследия пути мудрости, особенно детали решения убийственного хода поля битвы. В сочетании с моим опытом и вашими воспоминаниями я каждый раз получаю много нового. Поиски души были похожи на чтение книги, но вместо этого вы читали воспоминания в душе. Но, как и при чтении книги, невозможно было точно запомнить каждую мельчайшую деталь. Один тщательный поиск души был подобен чтению книги от начала до конца, вы узнаете только о содержании книги. При постоянном пересмотре можно было бы глубже изучить информацию и получить от нее больше знаний. Душа Дун Фан Чан Фана улыбнулась. Вы думали об этом, я действительно могу вам помочь. Вы всего лишь новичок на пути мудрости, независимо от того, сколько вы пересматриваете и читаете, успехи, которые вы можете получить, ограничены. Между тем, мои достижения на пути мудрости намного выше. Пока вы дадите мне тело, я смогу делать для вас выводы и помогать вам думать о решениях. Разве это не хорошая идея? Вы можете использовать методы пути информации, чтобы ограничить меня, я буду вашим самым способным помощником. Это действительно хорошая идея. Фан Юань кивнул, он слабо улыбнулся. Но я не буду этого делать, забудь об этом. Даже оставшись с душой, ты все равно не сдаешься. Кажется, я еще не дал тебе основательного урока. Улыбка Фан Юаня превратилась в зловещую ухмылку. Десятки червей Гу двигались по его воле, активируясь. Ах, душа Дун Фан Чан Фаня сильно тряслась, камера была полна его мучительных криков. Это наказание длилось два часа, боль в душе была гораздо сильнее, чем в теле. Дун Фан Чан Фаня определенно преподали хороший урок. Фан Юань явно не терял времени зря, он давно ушел и пошел в две другие секретные комнаты. В одной комнате была душа пернатого Гу бессмертного седьмого ранга Чжин Лина, в другой комнате была душа Сюэ Сун Цзы. Несмотря на то, что эти два Гу бессмертных не были Гу бессмертными Пути Мудрости в течение своей жизни, у них также были воспоминания об убийственных ходах поля битвы. Несмотря на то, что у них не было техник Пути Мудрости, одним из которых был Путь Ветра, а другим – Путь Снега, у них были свои собственные уникальные методы борьбы с убийственными ходами поля битвы. Эти воспоминания были полезны в качестве ориентира для Фан Юаня. Что стоило отметить, так это то, что Фан Юань уже несколько раз обыскивал их души. От души Сюэ Сун Цзы Фан Юань узнал, что он сохранил состояние в благословенной земле снежной горы. На его горной вершине было несколько снеговиков, а также растения, родственные снежным соснам. Но Фан Юань не осмелился взять их. Возможности старого предка Сюэ Ху были непостижимы, Фан Юань не очень доверял смутно знакомому лицу. Он также не мог рассказать Фея Лишань о смерти Сюэ Сун Цзы. Почему? Поскольку Фея Лишань и Сюэ Сун Цзы были членами снежной горы, они были союзниками. Узнав, что Фан Юань убил Сюэ Сун Цзы, даже если Фея Лишань не имела дела с Фан Юанем, она должна была сообщить старому предку Сюэ Ху из-за соглашения об альянсе. Между тем, от души Чжэн Лин Фан Юань также добился некоторых успехов. Он получил полное наследство пути ветра от Чжэн Лин, а также бессмертный убийственный ход небесное желание, а также ценную информацию о бессмертном доме Гу, священном городе Перьев и мире фрагментов зеленого неба, в котором жили пернатые люди. Этот мир был огромен, внутри было много ресурсов. После того, как Фан Юань узнал об этом, у него чуть не потекли слюни. Несмотря на то, что он знал о пейзаже в мире фрагментов зеленого неба, так что Фан Юань мог использовать исправленное бессмертное путешествие Гу, чтобы добраться туда. Но, поскольку это место в настоящее время было занято шатое Белого моря и другими Гу бессмертными, оно было похоже на логово льва. Фан Юань не стал бы так легко рисковать. Выйдя из секретной комнаты, Фан Юань получил передачу Тай Бай Юньшина, он сказал, я уже встречался с акулой-демоном и другими. Фан Юань использовал исправленное бессмертное путешествие Гу и телепортировался в бессмертную апертуру Тай Бай Юньшина, прежде чем выйти из него. В следующий момент Син Сян Цзы появился перед акулой-демоном и остальными. Позвольте представить вам это всемирно известный Син Сян Цзы. Акула-демон рассмеялся и с энтузиазмом представил. Фан Юань горько улыбнулся. Лорд акула-демон, пожалуйста, не смейся надо мной вздох. Сказав это, над телом Фан Юяня произошли крошечные взрывы, как будто на его теле загорелись петарды. Выражение лица Фан Юяня не изменилось, его тело тряслось, когда сотни смертных Гу на его теле выпадали. Никто из этих смертных Гу не выжил, некоторые были разорваны в клочья этим взрывом. Хе-хе-хе, Син Сян Цзы, вы оскорбили клан Сун. Этот смертный убийственный ход пути мудрости не может скрыть ваши следы. Позади демона-акулы говорил пожилой Гу Бессмертный. У другой худой женщины средних лет, Гу Бессмертный, было высокомерное выражение лица, когда она с пренебрежением сказала. Правильно. Прямо сейчас, среди трех самых способных бессмертных пути мудрости в Восточном море, одним из них является Сун Цзядан из клана Сун. Если у вас есть только эти методы, вы скоро будете разоблачены. Последний человек был незнаком, он носил золотую мантию и имел толстое тело, он выглядел как богатый человек, когда он улыбался и выражал доброжелательность по отношению к Фан Юаню. Цзядан сидит в двойном полярном море, Хуань прячется в Наньгун, есть также черепаха с головой дракона, живущая в море невзгод. Это относится к трем лучшим знатокам пути мудрости в Восточном море. Среди них Сун Цзядан занимает первое место, он пожертвовал собой ради своего клана и слился с миром самого Восточного моря. Пока кто-то находится в Восточном море, он может точно определить его, это очень страшно. Даже если сэр спрячется в чьем-то бессмертном отверстии, вы только отсрочите время, вас в конце концов найдут. Син Цзян закивнул, он сложил кулаки в сторону трех гу бессмертных. Я был просветлен, спасибо за информацию. Смертный гу, который умер, был его защитными методами пути мудрости, чтобы защитить его от выводов других. Но в тот момент, когда Фан Юань вошел в Восточное море, эти защитные меры сработали сами собой, и из этого можно было увидеть, насколько искусным был Сун Цзядань. Хорошо, брат Син Цзян, позволь представить тебя. Акула-демон обратился к пожилому гу преподобному рукой. Это гу бессмертный демонического пути Девятый призрачный палец. Он в основном культивирует путь души и путь мудрости на стороне. Акула-демон переключился на высокомерную женщину средних лет гу бессмертную. Это гу бессмертная пути мудрости Сешу Фан Мастерси. Наконец он рассказал об улыбающемся толстом гу бессмертном. Это большая сумка Лу Тан Синь. Он в основном культивирует путь космоса, но у него также есть достижение пути мудрости. Для меня большая честь познакомиться со всеми вами тремя. Фан Юань снова сложил кулаки, со смиренным видом. Женщина средних лет гу бессмертная Сешу Фан холодно сказала. Встреча с тобой, мое несчастье. Ты оскорбил клан Сун, не думай, что сможешь сбежать. Прямо сейчас вы все еще свободны от наказания, потому что клан Сун не приложил все усилия, чтобы найти вас, поскольку они заняты борьбой за восходящую небесную равнину и у них нет на вас времени. Я бы посоветовал вам сдаться клану Сун. Обременять меня – это одно, но если вы обремените всех и воспрепятствуете вторжению в нашу благословенную землю Юлу, вы окажете всем медвежью услугу. Ее слова были очень грубыми. Многие гу бессмертные услышали это и изменили выражение лица. Они не беспокоились о словах Сешу Фань. Вместо этого они беспокоились о том, что Син Сян Цзы может почувствовать себя оскорбленным и создать конфликт между собой, создав внутреннюю рознь. Выражение лица Тайба Юньшина стало мрачным, а Бо Дань втайне обрадовался, увидев, что Фан Юань оскорблен. Фан Юань взглянул на Сешу Фань. Он подумал, что эта гу бессмертная, вероятно, была на праведном пути, что привело к такому плохому отношению к себе. Фан Юань был рад, а не зол. Он продолжил с ее слов. Мастер Се права, клан Сун это сверхсила, у них такое большое влияние, как я мог защититься от них. Таким образом, я решил, лорд Акула Демон, мне нужна твоя помощь в присоединении к Альянсу Зомби. Как ты думаешь, смогу ли я избежать этой проблемы, если присоединюсь? Сешу Фан была ошеломлена. По ее мнению, гу бессмертные северных равнин были очень опрометчивыми и высокомерными. Почему он был таким мягким? Акула Демон отреагировал первым, он громко рассмеялся. Конечно, можешь. Брат Син Сян, большой талант, вступление в Альянс Зомби, хорошая идея. Уверяю вас, вы легко присоединитесь к Альянсу Зомби. Пока вы не осквернили Сун и Ши, мы можем поддержать вас в этом вопросе и поддержать вас в переговорах с кланом Сун. Тогда я сначала поблагодарю лорда Акулу Демона. Лицо Фан Юань было полно беспомощности и горечи. Не волнуйся, лорд Акула Демон, я случайно вошел на дно вулкана и увидел, что Фея Иши купается, это было причиной этого кризиса, вздох. Фан Юань глубоко вздохнул, он выглядел расстроенным из-за большого несчастья, на которое он не рассчитывал. Выражение лица Бодана стало очень мрачным. Акула Демон громко рассмеялся. Я верю, брат Син Сян Цзы, давай пойдем и сломаем поле битвы боевых душ. Войдя в благословенную землю Юлу, все снова вышли на поле битвы боевых душ. В темной и мрачной местности сгущались темные тучи по мере приближения грозы, дули сильные ветры и бушевала песчаная буря. Духовные звери сформировались в песчаной буре, их число росло, и они безостановочно атаковали Фан Юань и остальных. Фан Юань, Бодане и другие начали определять поле битвы в тот момент, когда они вошли, они продемонстрировали все свои методы и приемы. Из-за их более раннего исследования они обнаружили, что ключ к этому раунду был не в ловушках или сложности, а в огромном времени, необходимом для поиска всех червейгу. Спустя 7 минут начнут формироваться древние духовные звери, было бы лучше, если бы они разобрали это боевое поле битвы боевых душ до истечения 7 минут. Тут это была гонка со временем, если акула-демоны другие не сдержат духовных зверей, то это вторжение снова заканчивается неудачей. Если бы гу-бессмертные собрали разгадку убийственный ход поля битвы до этого, они бы одержали победу. Бум! Фан Юань махнул рукавом, был использован смертный убийственный ход пути мудрости, он уничтожил от 7 до 8 скрытых червейгу. Раньше, когда он нацеливался на этот убийственный ход поля битвы, он мог уничтожить только 5-6 скрытых червейгу одновременно. Но сейчас он мог уничтожить от 7 до 8. Это показало, что в то время, пока он прятался в благословенной земле бессмертный ху, он практиковал и учился совершенствовать свои техники пути мудрости. Но Фан Юань не был удовлетворен. Этот вид самостоятельного обучения слишком ограничен с точки зрения улучшения. Чтобы увеличить скорость вывода этого убийственного хода поля битвы, мне нужен бессмертный гу. Жаль, хотя у меня есть бессмертный гу пути мудрости, разгадка тайны, я не могу использовать его, чтобы справиться с убийственным ходом поля битвы. Эффект бессмертного гу разгадать тайну состоял в том, чтобы помочь гу бессмертному думать и решать головоломки и тайны. Если бы убийственный ход поля битвы рассматривался как головоломка, то разгадать тайну бессмертный гу был бы очень полезен в разгадке убийственного хода поля битвы. Но одно разгадать тайну бессмертный гу ничего не сделает против убийственного хода поля битвы. Фан Юань использовал свет мудрости и намеревался использовать разгадать тайну бессмертный гу в качестве ядра, чтобы вывести простой бессмертный убийственный ход, который мог бы разгадать убийственный ход поля битвы. Но, к сожалению, хотя Фан Юянь очень старался, до того момента, когда ему пришлось прибыть в Восточное море, ему это не удалось. Вывести бессмертный убийственный ход было очень сложно. При нормальных условиях, даже если бы Гу бессмертные 8 ранга хотели вывести совершенно новый бессмертный убийственный ход, им потребовались бы годы. И время от времени их основания оказывались недостаточными, и до самой смерти они не могли завершить бессмертный убийственный ход. Таким образом, у Фан Юяня также было много незавершенных бессмертных убийственных ходов в наследстве, которые он получил. Несмотря на то, что уровень достижения пути звезд Фан Юяня был обычным, полагаясь на мудрость Гу, он мог полностью вывести некоторые неполные бессмертные убийственные хода, которые привели к побегу огня звезд и проецированной звездной мысли. Но теперь он хотел вывести совершенно новый убийственный ход пути мудрости без каких-либо оснований. Это было вне способностей Фан Юяня. Даже со светом мудрости его уровень достижения пути мудрости был обычным, это был его самый большой недостаток, он сдерживал его. На самом деле, разгадка тайны бессмертного Гу и разгадка убийственного хода поля битвы очень тесно связаны. Пока мой уровень достижения пути мудрости достигает уровня мастера, я смогу разработать новый бессмертный убийственный ход пути мудрости, специально используемый для раскрытия убийственных ходов поля битвы. Фан Юянь давным-давно оценил это внутренне. Но теперь, хотя он и чувствовал некоторые сожаления, он совсем не волновался. Поскольку акула-демон публично пообещал ему порекомендовать его Альянсу Зомби, было мало шансов, что он откажется от своих слов. Даже если эта попытка разгадать поле битвы боевых душ потерпит неудачу, Фан Юянь не будет замешан. Фан Юянь достиг своей цели, то есть присоединился к Альянсу Зомби Восточного моря, на самом деле, с другой точки зрения, чтобы выразить свою ценность акуле-демону, чтобы это принесло мне пользу. Действия убийственный ход поля битвы такие как поле битвы боевых душ должны занять как можно больше времени, чтобы вывести их. Если он полностью выведет этот убийственный ход поля битвы и благословенная земля Юилу будет уничтожена, Фан Юянь получит от этого мало пользы. С тем же успехом он мог бы тянуть время и ждать, пока сам станет сильнее, тогда он мог бы получить большую долю прибыли. Фан Юянь продолжал двигать руками, он был спокоен, тайно наблюдая за ситуацией боковым зрением. Ему не нужно было наблюдать за Боданом, он делал то же самое, изо всех сил пытаясь сделать выводы, но он мог уничтожить только одного спрятанного червя Гу за раз, он почти не продвинулся в этой ситуации. Фан Юянь сосредоточился на трех новых бессмертных Гу. У них так или иначе были техники пути мудрости, для этой цели они были приглашены акулой-демоном. Ближе всего к Фан Юяню был пожилой Гу бессмертных, демонический путь Гу бессмертный девятый призрачный палец. Прямо сейчас он опустил голову и посмотрел на свои руки. Его десять пальцев были целы, но когда он быстро двигал пальцами, в силу этах можно было увидеть только девять пальцев. Его наследие пути мудрости было очень уникальным, отсутствующий палец представлял собой один в Великом Дааа, это была самая глубокая небесная тайна. Девятый призрачный палец двигал пальцами, они танцевали в воздухе, как призрачные духи, он пел на неизвестном языке, который никто не мог понять. При этом всякие смертные Гу вылетали из его бессмертной апертуры. Эти смертные Гу взлетели в воздух и взорвались, обнажив места скрытых Гу в этом районе. Некоторые смертные Гу уничтожили только одно место, в то время как некоторые смертные Гу уничтожили от 7 до 8 скрытых червей Гу. В среднем его скорость была немного ниже, чем у Фан Юяня, но его уровень достижения пути мудрости был определенно выше. Фан Юянь посмотрел на большую сумку Лу Тан Синя. Титул «Большая сумка» был очень интересным. Фан Юянь догадался, что, поскольку он был Гу Бессмертным, пути космоса означает ли Большая сумка, что у него невероятно искусные методы хранения. Но, как правило, Гу Бессмертные, которые в основном культивируют путь космоса, имеют много знаков до пути космоса. Их бессмертная апертура также будет намного больше, чем бессмертные апертуры обычных Гу Бессмертных. Прямо сейчас глаза Лу Тан Синя превратились в вертикальные зрачки, они были похожи на кошачьи глаза, когда он непрерывно исследовал. Его толстые руки стали золотыми и маслянистыми. Аура, которая просочилась из них, показывала другим, что это был смертный убийственный ход высшего уровня. Лу Тан Синь сначала несколько раз наблюдал, прежде чем нанести удар. Он протянул золотую руку и нацелился в одну точку, указывая пальцем. Это движение, казалось, отняло у него много энергии, вскоре он стал тяжело дышать и задыхаться. Но каждый раз, когда он указывал в соответствующем направлении, большое количество скрытых червей Гу уничтожалось, превращаясь в золотую пыль, которая рассеивалась. Каждый удар Лу Тан Синя уничтожал восемь скрытых червей Гу, но его скорость была очень низкой. Его атаки требовали предварительного расследования, и ему приходилось делать несколько вдохов, чтобы подготовиться, это было очень утомительно. Чем больше он уставал, тем медленнее становились его атаки. Таким образом, в заключении Лу Тан Синь был медленнее, чем девятый призрачный палец. Было видно, что оценка акулы-демона была правильной. Когда акула-демон представил Лу Тан Синя, он сказал, что у него есть достижение пути мудрости. Когда он представил девятый призрачный палец, он сказал, что культивирует путь мудрости на стороне. Между тем, акула-демон также уделял большое внимание Гу Бессмертной Се Шу Фан, как человеку, в основном развивающей путь мудрости. Она, несомненно, была самой способной среди троих. Затем Фан Юань посмотрел на Се Шу Фань. Как и ожидалось, Се Шу Фан высокомерно стояла в воздухе. Из ее носа непрерывно вырывались две струи желтого и белого пара. Желто-белые потоки пара двигались чрезвычайно быстро. Они сделали круг в воздухе, уничтожив до сотни скрытых смертных Гу. После уничтожения этих червей Гу желтые и белые потоки стали тоньше. Но когда они вернулись в ноздри Се Шу Фана и снова выдохлись, они восстановили свою силу и снова стали неудержимыми. В глазах Фан Юань тайно промелькнула тяжесть. Эти два потока желтого и белого пара обладали невероятной силой. Это был Бессмертный Убийственный Ход. Сила Бессмертного Убийственного Хода была намного больше, чем Смертного Убийственного Хода, которым обладал Фан Юань. Фан Юань внутренне вздохнул. Мой уровень достижения Пути Мудрости недостаточен, я не могу правильно использовать разгадать тайну Бессмертный Гу, так и быть. Уровни достижения обычно могут накапливаться только в течение длительных периодов времени. Но если у меня будет звездная мысль Бессмертный Гу, согласно наследованию Пути Мудрости Дун Фан Чанфана, я смогу использовать по крайней мере три Бессмертных Убийственных Хода Пути Мудрости, чтобы уничтожить убийственный ход поля битвы. Среди них два даже сильнее этого желто-белого пара, минимум в 5-6 раз. Наследие Пути Мудрости от Дун Фан Чанфана было более утонченным, чем то, что было у Сешу Фан. Фан Юань больше всего хотел получить звездную мысль Бессмертного Гу. С одной стороны, у него была огромная потребность в звездных мыслях. Одно каменное гнездо Фан Юань в благословенной земле Бессмертной Ху все время очищало звездную мысль Гу. Если бы у него была звездная мысль Бессмертный Гу, он мог бы использовать это каменное гнездо для производства воздушного мешка Гу, увеличивая его масштаб и зарабатывая больше камней Бессмертной Сущности для Фан Юяня. С другой стороны, звездная мысль Бессмертный Гу был одним из двух ядер Бессмертного Убийственного Хода – Сокрытие Звездного Тумана. Сокрытие Звездного Тумана имело эффект, аналогичный Бессмертному Гу Темному Пределу. Он может защищать от выводов других людей, делая их выводы неясными и неточными в отношении истины. В Наследие Пути Мудрости Дун Фан Чанфана было много смертных убийственных ходов высшего уровня. Фан Юянь использовал их, но, столкнувшись с такими людьми, как Сун Цзядан, не было никакого способа защититься от его выводов, используя их. Как только Фан Юянь вошел в Восточное море, смертный Гу, который он использовал, мгновенно взорвался, защита смертного убийственного хода рухнули в мгновение ока. Очевидно, если бы Фан Юянь действительно стал беглецом в будущем и за ним все охотились, бесчисленное количество людей выяснили бы его местонахождение. Затем ему понадобится бессмертный убийственный ход, чтобы защитить себя от выводов других. Было видно, что смертные убийственные хода, даже если бы они были высшего уровня, не имели бы смысла, сколько бы их ни было. Между бессмертным и смертным существовала качественная разница. Но чтобы усовершенствовать звездную мысль бессмертную Гу, есть много трудностей. Во-первых, вопрос финансирования, я только что потратил 2000 камней бессмертной сущности. Деньги, которые у меня есть на данный момент, ограничены. Даже если у меня будет достаточно, чтобы купить все бессмертные материалы, мне понадобится достаточно времени и удачи. Кроме того, моя метка до успеха уже была израсходована, чтобы улучшить формулу изменения бессмертного Гу. Даже если я подготовлюсь должным образом, если мне не повезет и я столкнусь с чистотой неудач, я не смогу усовершенствовать бессмертного Гу звездную мысль. Что касается других людей, которые думали о усовершенствовании бессмертного Гу звездной мысли, то вероятность очень мала. В конце концов, Дун Фан Чен Фан самоподорвал звездную мысль бессмертной Гу не так давно. Прошло время, прошло уже 7 минут. На поле битвы боевых душ снова появились древние духовные звери. Непрерывный поток духовных зверей окружил Фан Юяня и остальных со всех сторон. По сравнению с темным болотом духовных зверей, Фан Юяне другие были как семена кунжута на блине. Однако акула-демон и другие не были в отчаянии, у них было намерение сражаться и ожидать. Это было потому, что Фан Юяне другие были близки к тому, чтобы преуспеть в демонтаже убийственного хода поля битвы. Все или ничего. Акула-демон стиснул зубы, он знал, что должен поставить все на карту. Сейчас он без колебаний активировал незавершенный дом глубокого льда. Незавершенный дом глубокого льда захватил всех, вырвавшись из армии духовных зверей и бросившись вперед. Он беспрепятственно атаковал, разрывая бесчисленное количество духовных зверей в клочья. Даже духовные звери уровня опустошающих зверей не могли остановить неистовствующий дом глубокого льда. Бам-бам-бам. У древних духовных зверей было достаточно сил, они окружили дом глубокого льда и безжалостно атаковали. Бессмертная сущность была сильно израсходована. Лица акулы-демона, субайманы других побледнели. Потерпите, потерпите. От этого зависит успех. Мы победим, если продержимся еще немного. В незавершенном доме глубокого льда все громко кричали, теряли самообладание. Снаружи незавершенного дома глубокого льда было бесчисленное количество духовных зверей, они были похожи на болота муравьев, окружившие дом глубокого льда посередине. Сколько осталось скрытых мест, закричал акула-демон. 178. Боден немедленно сообщил. Несмотря на то, что он не мог эффективно уничтожить смертных гу, в этот момент поле битвы боевых душ было близко к к краху. Духовные звери больше не производились. Методы расследования Боданя могли охватить все поле битвы. 178. Пробормотала Субайман. Выражение ее лица было уродливым, но свет надежды в ее глазах ярко сиял. Казалось, что с этим количеством скрытых мест легко справиться. Но на самом деле это было очень сложно. Во-первых, ядро, оставшееся от бессмертного гу, было труднее всего вывести и уничтожить. Во-вторых, бессмертные теперь находились в доме глубокого льда. Их методы были ограничены. Они не могли использовать свои методы так же свободно, как раньше. У домов бессмертных гу было как нападение, так и защита, а также движение. Это была военная крепость с возможностями во всех областях, без каких-либо явных слабостей. Чем больше гу бессмертных внутри дома бессмертных гу и чем выше их уровень культивирования, тем больше бессмертной сущности они могут предоставить дому бессмертных гу, и тем больше силы может высвободить дом бессмертных гу. Но в этом был недостаток. Это было то, что гу бессмертные могли только обеспечить топливо для дома бессмертных гу. Нападение, защита, движение, исцеление, расследование и другие действия Дома Бессмертных Гу были определены на основе собственных Бессмертных Гу и Смертных Гу, Дома Гу Таким образом, методы Фан Юяня, Сешуфана и других были заблокированы Домом Бессмертных Гу, их нельзя было использовать С этой точки зрения, древние боевые формации были намного лучше Домов Бессмертных Гу Несмотря на то, что древние боевые формации считались устаревшими в истории после появления бесчисленных Домов Бессмертных Гу Факты показали, что древние боевые формации все еще имели много преимуществ Например, боевые приемы древних боевых формаций были гораздо более гибкими, чем у Домов Бессмертных Гу Нападение, защита, передвижение, исцеление и исследовательские способности Гу Бессмертных были определены Бессмертными Гу Их нельзя было изменить, их сила зависела только от того, сколько Бессмертной сущности было использовано Они были не гибкими, но древние боевые формации были другими Хотя древние боевые формации также состояли из формации Гу Ядром были Бессмертные Гу внутри Гу Бессмертные могли использовать свои личные Бессмертные убийственные хода внутри древнего боевого порядка Точно так же, как во время оборонительной битвы на Благословенной земле Ланья Когда Фан Юя не волосатый человек Гу Бессмертные использовали вторую лучшую древнюю боевую формацию Небесный гигант Солор Этот серебряный гигант менял свою форму в зависимости от того, какие убийственные хода использовал Гу Бессмертный И сила убийственных ходов также значительно увеличивалась В целом, если бы это была древняя боевая формация Бессмертные, возможно, уже уничтожили всех скрытых червей Гу и одержали победу Но поскольку это был дом Бессмертных Гу, они были ограничены Это было похоже на восхождение на гору Им предстоял лишь небольшой лестничный пролет, прежде чем они смогли добраться до горной вершины Но именно это небольшое расстояние было для них невероятным препятствием В восприятие Бессмертных время как будто замедлилось Каждая секунда казалась годами Неужели мы снова потерпим неудачу? Субайман разочарованно пробормотала Она показала мрачное и побежденное выражение лица Но в это время Сешуфан встала Она тяжело сказала акуле-демону Я могу разгадать всех оставшихся скрытых червей Гу Но мне придется заплатить огромную цену за мой метод Если ты сможешь отдать мне бессмертного Гу внутри в качестве компенсации Я помогу Выражение лица акулы-демона было уродливым Он холодно фыркнул Субайман также продемонстрировала безжалостный и недружелюбный взгляд Действия Сешуфань скорее всего были вымогательством Но в этот момент у них не оставалось других путей Чтобы выполнить эту сложную задачу Они могли полагаться только на Сешуфань Но Сешуфан попросила бессмертного Гу в качестве компенсации Бессмертные Гу были чрезвычайно ценными Она действительно просила непомерную цену Но после того, как акула-демон подумал об этом некоторое время Он согласился, не слишком долго ожидая Ты можешь взять только один бессмертный Гу Это мой предел Он прошел через интенсивную конкуренцию в альянсе зомби Восточного моря Чтобы захватить миссию по нападению на благословенную землю Юлу Помимо части преимуществ, которые должны были быть даны альянсу зомби Восточного моря Остальное досталось акуле-демону Ису-байман Эта бессмертная парочка зомби уже вложила огромную сумму Их устои пошатнулись Бессмертный Гу на благословенной земле Юлу был их собственностью Прямо сейчас просьба Сешуфань заключалась в том, чтобы просто разграбить их состояние Но надо сказать, акула-демон действительно обладал грандиозным нравом Умел оценивать ситуацию и отказываться от некоторых благ, когда это необходимо Он действительно мог сдержать свой гнев и согласиться на просьбу Сешуфан Это заставило фан Юляня тайно похвалить его Сешуфан увидела, что акула-демон сдается и, не колеблясь, кивнула, улыбаясь Сэр акула-демон, я не жадный человек Один из бессмертных Гу в убийственном ходе поля битвы меня очень устраивает Я не посмею просить больше бессмертных Гу На этот раз я должна тебе услугу Вперед, мастер Сешуфан Субайман скрестила руки на груди и холодно сказала Этот бессмертный Гу было нелегко получить Все с нетерпением наблюдали, как выражение лица Сешуфан стало серьезным А ее аура росла В то же время на ее теле появились черно-белые огни Черно-белый свет закружился вокруг, сформировавшись в большой шар Мяч был сделан из черного, белого и серого цветов Он напоминал карту и показывал реалистичную сцену поля боя На карте незавершенный дом глубокого льда представлял собой белую точку в центре Окруженную тьмой, все они были духовными зверями Скрытые черви Гу были вокруг бесчисленных духовных зверей Они сияли, как звезды, и имели очень четкое местоположение Бессмертный убийственный ход пути мудрости Отличительная карта Сешуфан глубоко вдохнула, вытянула палец и указала на карту Она использовала указательный и большой палец, чтобы схватиться за скрытое место Приложив немного силы, она сжала Бессмертные услышали лишь тихий треск, как будто что-то разбилось Сразу после этого пальцы Сешуфан заскрежетали Когда она вынула руку, черви Гу в скрытом месте были уничтожены Тут же бессмертные ахнули Убийственный ход пути мудрости Сешуфан мог обойти дом глубокого льда и атаковать внешний мир с такой точностью Духовные звери снаружи ничего не могли сделать, чтобы остановить это, это было невероятно Даже Фан Юянь нашел это открытием У этой бессмертной женщины Сешуфан могло быть ужасное отношение к Фан Юяню Но акула-демон называл ее мастером Се, у нее действительно были некоторые способности Несмотря на то, что Фан Юян имел преимущество с точки зрения наследования хорошего пути мудрости И мог превзойти Боданя, Лутан Синя и девятый призрачный палец Против Гу бессмертного пути мудрости, такой как Сешуфан, ему многого не хватало В конце концов, Сешуфан использовала этот убийственный ход Отличительная карта и уничтожила большую часть скрытых червей Гу, захватив в процессе бессмертного Гу Когда она достала этого бессмертного ГК с отдельной карты, все остальные бессмертные Гу были в шоке После потери одного бессмертного Гу поле битвы боевых душ быстро сломалось Оставшиеся бессмертные Гу и смертные Гу быстро исчезли, отступив сами по себе Бесчисленные духовные звери рычали, рыча, они безжалостно атаковали в последний раз Дом глубокого льда, в конце концов, был домом бессмертных Гу Он до конца сопротивлялся яростным атакам духовных зверей В конце концов, армия духовных зверей распалась вместе с убийственным ходом поля битвы Акула, демон и другие наконец одержали победу Но вскоре они попали в еще один убийственный ход поля битвы Небеса, сколько убийственных ходов поля битвы есть в этой благословенной земле Юлу Бодан в отчаянии схватился за голову После поля битвы боевых душ бессмертные перешли к другому новому убийственному ходу поля битвы Лабиринту восьми дверей В этом убийственном ходе поля битвы небо и земля были оранжевыми Кроме восьми огромных дверей вокруг них больше ничего не было Но даже лучший гу бессмертный пути мудрости Сешуфан показала сложное выражение лица Она напомнила им Будьте осторожны Этот лабиринт у восьми дверей используется специально для того, чтобы заманивать врагов в ловушку Хотя он и не обладает убийственной природой поля битвы боевых душ С ним труднее иметь дело Ни у кого не было возражений Лабиринт восьми дверей был очень известен в истории Когда гу бессмертные оказывались в ловушке внутри Они в огромной степени теряли чувство направления Кроме того, каждая из этих восьми дверей пропускала внутрь только одну форму жизни После входа дверь исчезала Другими словами, восемь дверей перед акулой-демоном и бандой означали Что у них было только восемь шансов исследовать ее После входа в дверь гу бессмертные должны были сражаться в одиночку с любая помощь Других гу бессмертных, которые могли бы им помочь, отсутствовала Ходят слухи, что после входа в дверь гу бессмертные окажутся во второй области И сделают еще один выбор из восьми дверей В лабиринте восьми дверей восемь областей В каждой области восемь дверей Однако есть только один правильный путь Выбор неправильного пути будет просто хождением по кругу Это классический лабиринт поля битвы Оно очень мощно ловит людей Без бессмертного гу пути мудрости Умеющего делать выводы Невозможно разгадать его Гу бессмертные, умеющие сражаться Не могут пройти через это Они могут даже оказаться в ловушке внутри Пока не умрут Сешу Фан вздохнул Несмотря на то, что она была гу бессмертной пути мудрости Она не умела делать выводы Бессмертный убийственный ход Отличительная карта Ранее уже раскрыла ее основу Она была гу бессмертной пути мудрости Опытной в расследовании и дальних атаках Она была скорее боевым типом Наследие пути мудрости Фан Юяня Было хорошо в дедукции Но у него не было даже самой базовой звездной мысли Бессмертный гу Без ингредиентов нельзя было приготовить еду Это было очень неловкое состояние Это только первая область Мы еще можем отступить Напомнила Сешу Фан В более раннем убийственный ход поля битвы Они могли его исследовать Но против лабиринта восьми дверей Гу бессмертные будут рисковать своей жизнью Чтобы исследовать его Они даже не смогут исследовать его снаружи С убийственными ходами поля битвы благословенной земли Юлу становится все труднее справляться Мы должны быть близки к тому Чтобы полностью его уничтожить Акула-демон вздохнул Он мудро решил отступить Используя дом глубокого льда Бессмертные бросились в бой И покинули благословенную землю Юлу На этот раз Несмотря на то Что акула-демон и другие Разгадали поле битвы боевых душ Они заплатили огромную цену Это была жалкая победа Больше всего от этого выиграла Сешу Фан Она получила бессмертный Гу В качестве компенсации Она была вне себя от радости Они разгадали поле битвы боевых душ Но из-за того Что поле битвы боевых душ Переместилось в лабиринту восьми дверей У акулы-демона и группы Не было другого выбора Кроме как временно отступить С благословенной земли Юлу Расставшись с другими Гу бессмертными Пути мудрости Фан Юян и Тай Бай Юньшин Последовали за акулой-демоном И Су Бай Ман в море акул Где им устроили банкет Брат Син Сян Интересно Насколько вы уверены в расшифровке Лабиринта восьми дверей? На банкете спросил акула-демон Выражение лица Фан Юяня слегка изменилось Когда он сильно покачал головой Мне стыдно У меня нет ни малейшей уверенности Даже у тебя нет никаких гарантий Су Бай Ман сказал с разочарованием Фан Юянь пробормотал Если бы я мог усовершенствовать Определенной бессмертной Гу У меня была бы 30% уверенности К сожалению Хотя я изо всех сил пытался собрать Бессмертные материалы Я все еще далек от стандарта Для улучшения бессмертного Гу Очищение бессмертного Гу Очень сложно Глаза акулы-демона слегка прояснились От слов Фан Юяня Но вскоре потускнили Он не раз сотрудничал с Син Сян Цзэ И знал все тонкости Фан Юяня Фан Юяню действительно не хватало Бессмертного убийственного хода Пути мудрости На этот раз Разгадывая убийственный ход Поля битвы Акула-демон Также узнал несколько вещей Большая сумка Лутан Синни Гу бессмертной Демонического пути Девятый призрачный палец Не могли сравниться с Фан Юянем В методах Пути мудрости Не было необходимости Даже упоминать Бодана Сешу Фан Напротив Была действительно опытной Намного превосходящей Фан Юяня Но она была Гу бессмертным Праведного пути И не говоря уже о том Что она не могла вписаться в группу Акула-демона Ее аппетит был слишком велик В этой поездке Акула-демон и группа Даже ничего не получили Но Сешу Фан Получил бессмертного Гу Получив наибольшую прибыль Каким бы не предубежденным Ни был Акула-демон Он чувствовал огромную потерю Из-за потери бессмертного Гу Несмотря на то Что они разгадали поле битвы Боевых душ У них осталось плохое впечатление А Сешу Фан Просто они подавили его И не упомянули об этом С личностью Акулы-демона Он рано или поздно Отомстит ей за это Фан Юань наблюдал За выражением лица Акулы-демона Увидев Что глаза последнего Прояснились Прежде чем потускнеть Он вздохнул И мягко сказал Я не буду скрывать Это от вас двоих Мое наследие Пути мудрости завершено Если у меня будет Этот бессмертный Гу Пути мудрости Я могу использовать Несколько мощных Бессмертных Убийственных ходов И моя сила Определенно Значительно возрастет Даже если я не смогу сравниться С Сешу Фан Разрыв не будет слишком большим Акула-демон кивнул И заговорил о другом Не продолжая эту тему Фан Юань не выразил себя полностью Прежде чем его прервали Но как Акула-демон Мог не понять Смысл Фан Юаня Скрытый смысл слов Син Сян Цзы Состоит в том Чтобы заставить меня Спансировать его В усовершенствовании Бессмертного Гу Пути мудрости Но я сильно пострадаю В этой сделке Ничего страшного Если доработка Увенчается успехом Но если она потерпит Неудачу Все вложения Будут потрачены В пустую Что только усугубит Мои несчастья Акула-демон Задумался И отверг мысль о помощи Фан Юаню В усовершенствовании Бессмертного Гу На самом деле Давление на него В последнее время Было огромным Чтобы вторгнуться В благословенную Землю Юэлу Он и Субайман Вложили много энергии И богатства Но до этого момента Было мало результатов В этой попытке Они тоже заплатили Довольно много Чтобы пригласить Трех помощников Пути мудрости Даже если Акула-демон И Субайман Были экспертами Ветеранами С глубокими основами Их накопления Показывали признаки Истощения Прямо сейчас Очищение Бессмертного Гу Может просто Отправить тебя В бездонную яму Если бы это Не был единственный Оставшийся выбор Акула-демон Абсолютно Не выбрал бы Этот вариант Фан Юань почувствовал Небольшое сожаление По поводу Позиции Акулы-демона Но он уже Предсказал это И не чувствовал Никакого разочарования Он израсходовал Большую часть Своих камней Бессмертной сущности Чтобы переместить Благословенную землю С его нынешними Финансовыми способностями Ему потребовалось Много времени Прежде чем Он смог собрать Достаточно Бессмертных материалов Для переработки Звездной мысли Бессмертного Гу Не важно Что Акула-демон Не клюнул на удочку Главное все равно Вступить в Альянс Зомби Фан Юань Не забыл Свою нынешнюю Главную цель Акула-демон Также хотел Чтобы Фан Юань Присоединился К Альянсу Зомби Восточного моря Причина Потому что Как только Фан Юань Присоединится К Альянсу Зомби Восточного моря Он будет На стороне Акула-демона Ису Бай Мин Таким образом С ограничениями Альянса Зомби Акула-демон Мог бы Более удобно И уверенно Использовать Фан Юань В следующий раз Когда они Нападут На благословенную Землю Юлу Это очень Помогло бы Нынешнему плану Развития Акулы-демона Помогая Син Сян Цзы Он помогал себе Поэтому После банкета С ловлей акул Акула-демона Привел Фан Юяня В штаб-квартиру Альянса Зомби Восточного моря Два дня Спустя Акула-демон И Фан Юян Летели быстро На самом деле В его указании Не было необходимости Так как Фан Юян Уже смотрел На особое море Под ним Морская вода Моря желтой весны Была желтого цвета Как будто Море было смешано С грязью и песком Волны вздымались Двигаясь Вверх и вниз По морю Но на самом деле На участке Моря желтой весны Не было плавающего песка Морская вода Сама по себе Имела светло-желтый цвет Морской район Желтой весны Особенная морская зона Когда вы Приблизитесь К центру Морской зоны Вы обнаружите Что там нет живых существ Это самая большая зона Выращивания зомби В пяти регионах Представил акула-демон Фан Юян Кивнул и применил Следственные методы Его зрение Резко увеличилось Проникая сквозь Морскую гладь Вглубь Он видел Бесчисленные скелеты Плавающие в море Большое количество Групп рыб-зомби Каракатит-зомби Медуз Морских черепах И так далее Движущихся в море И постоянно Сражающихся Друг с другом На морском дне Жили серовато-белые Разложившиеся кораллы Испускавшие Интенсивные зловония Проникавшие В окружающую Морскую воду Пряди водорослей Плывущие По течению Были мертвенно-бледными Как петли На которых Вешают людей За эти два дня Мы использовали Четыре подводных Течения И летели полтора дня Миновав Десять морских районов Прежде чем Достигли этого моря Желтой весны Где находится Штаб-квартира Альянса Зомби Восточного моря Альянс Зомби Восточного моря Действительно Является Главным штабом Альянса Зомби В пяти регионах Чтобы иметь Возможность Захватить Такую большую Территорию В Восточном море Искренне Воскликнул Фан Юань Акула Демон от души Рассмеялся Ветви Альянса Зомби В других Четырех регионах Слабее Но здесь В Восточном море Штаб-квартира Альянса Зомби Соединиться К этой Могущественной Силе Разумное Решение В отличие От гигантского Городотемного Потока Альянса Зомби Северных Равнин Альянс Зомби Восточного моря Обладал Общественной Благословенной Землей Которую Они Использовали В качестве Своей Штаб-квартиры Эта Общественная Благословенная Земля Расположенная В центре Морского Района Желтой Весны Была Известна Как Бессмертное Королевство В Мерегу Бессмертных Восточного Моря Под руководством Акулы Демона Фан Юань Плавно Вошел В Благословенную Землю Бессмертного Королевства В отличие От оценки Фан Юаня Благословенная Земля Бессмертного Королевства Была Сценой Полной Жизни Наполненной Щебетанием Птиц И ароматом Цветов Это Резко Контрастировало С энергией Смерти И разложением Бессмертных Зомби Поскольку Бессмертные Зомби Уже Находятся Среди Живых Мертвецов Их Бессмертные Отверстия Превращаются В Мертвые Земли Как Вы могли Поднять Такую Большую Общественную Благословенную Землю Может Ли Она Быть Из Благословенных Земель Живых Гу Бессмертных Членов Альянса Зомби Фан Юань Была Задачен Акула Демон Рассмеялся Син Который Хочет Присоединиться К Альянсу Зомби Предложить Часть Своей Бессмертной Апертуры Естественно Альянс Зомби Поощряет Вас Предлагать Часть Вашей Благословенной Земли Предоставляя Большое Количество Наград Ты Увидишь Это Когда Посмотришь На задание Во внутреннем Зале Большая Часть Благословенной Земли Бессмертного Королевства По-прежнему Происходила От Бессмертных Зомби Или Точнее Говоря Оно Исходило От Тех Старых Гу Бессмертных Срок Жизни Которых Подходит К концу И Которые Планируют Превратиться В Бессмертных Зомби Чтобы Продлить Свою Жизнь Или По Разным Другим Причинам Знаете Ли Вы Почему Эта Благословенная Земля Называется Бессмертным Королевством Это Потому Что Альянс Глаза Фан Юяня Прояснились Показывая Чрезвычайно Заинтересованное Выражение Акула Демон Наблюдал За выражением Его лица И рассмеялся Син Сян Цзы Тебя тоже Интересует Этот метод Хе-хе Это точно Наш Альянс Зомби Восточного Моря Уже Добился Определенного Успеха Благодаря Исследованиям И накоплением Бесчисленных Предшественников О том Как Поддерживать Жизнеспособность Бессмертной Апертуры Не вызывая При этом Никаких Изменений В бессмертном Теле Зомби Сердце Фан Юяня Громко Стучало Он всегда Думал о том Как Воскресить И избавиться От своего Бессмертного Зомби Тела Почему Это было Потому Что Бессмертная Апертура Бессмертного Зомби Было Мертвой Землей И не имело Никакого Потенциала Для развития Однако Теперь Когда Фан Юянь Услышал Слова Акулы Демона Зомби И возродиться Заключается В том Чтобы Моя Бессмертная Апертура Была Наполнена Жизнью И прогрессировала В совершенствовании Но Если бы Я Действительно Мог Поддерживать Жизнеспособность Бессмертной Апертуры В качестве Бессмертного Зомби И иметь Возможность Совершенствоваться Разве Это не было Было Лучшим Из обоих Вариантов Быть Бессмертным Зомби Означало Быть Среди Живых Мертвецов Без ограничения Продолжительности Жизни И могло Рассматриваться Как еще Одна Форма Долголетия Фан Юян Использовал Это преимущество Чтобы Постоянно Входить В ореол Света Мудрости Значительно Улучшая Свои Способности Но Если Фан Юян Воскреснет В живого Человека Продолжительность Его жизни Резко Сократится Под Светом Мудрости И он Сможет Использовать Мудрость Гу Только Фан Юян Была Мудрость Гу Недостатки Все равно Перевешивали Преимущество Таким образом Фан Юян Все это Время Искал Способ Возродиться Если Я Действительно Смогу Сохранить Своё Бессмертное Тело Зомби И по-прежнему Возродить Свою Бессмертную Апертуру Чтобы Продвинуться В своем Развителе Это Будет Лучший Вариант Для Меня Но Прямо Сейчас Кажется Что Хотя Альянс Зомби Восточного Моря Добился Замечательных Достижений В этом Аспекте Им Все Еще Далеко До Его Совершенствования Если Бы У них Действительно Был Этот Метод Альянс Зомби Восточного Моря Уже Доминировал Бы В Восточном Море Пять Регионов Также Не Будут Иметь Нынешней Структуры После Того Как Фан Юян Успокоился Он Размышлял Об истинах Альянса Зомби Восточного Моря Все Люди Смертны У них Будет День Когда Их Жизнь Закончится Брат Син Сян После Того Как Вы Присоединитесь К Альянсу Зомби Восточного Моря Вы Сможете Внести Свой Вклад В Альянс И Использовать Эти Вклады Для Обмена На Результаты Этого Исследования Акула Демон Фан Юань Присоединился К Альянсу Зомби Северных Равнин И Уже Понимал Что Для Обмена На Такой Уровень Результатов Исследований Вклад В Альянс Должен Быть Чрезвычайно Большим Акула Демон Привел Фан Юя В Центр Бессмертного Королевства Там Существовал Горный Массив Высеченный Из Скелетов А На Десятках Гор Лежали Десятки Дворцов Или Залов Акула Демон Привел Фан Юя В зал Спустя Долгое Время Фан Юя Акула Демон Вышли Из Зала У Фан Юя Теперь Был Жетон Личности А Также Информационный Канал Который Живые Гумастера Использовали Для Передачи Всевозможной Информации В Альянс Зомби И Обратно Под Руководством Акулы Демона Фан Юян Плавно Стал Членом Альянса Зомби По Сравнению С Первым Разом Когда Фан Юян Присоединился К Альянсу Зомби Северных Равнин На Этот Раз Было Намного Проще Присоединиться К Альянсу Зомби Восточного Моря Первоначально Фан Юян Боялся Что Его Личность Будет Раскрыта В Конце Концов Несколько Бессмертных Зомби Восьмого Ранга Охраняли Альянс Зомби Восточного Моря Из-за Этого Фан Юян Использовал Свет Мудрости В Благословенной Земле Бессмертный Ху Израсходовал Большое Количество Звездных Мыслей Чтобы Встроить Звездную Метку Бессмертный Гу В убийственный Ход Смутно Знакомое Лицо С поеданием Силы Изменить Форму И Звездной Меткой Тремя Бессмертными Гу В качестве Ядер Было Гораздо Более Реалистично Когда Фан Юян Превращался В Гу Бессмертного Пути Звезд Или Опустошающего Зверя Пути Звезд Но На Этот Раз Когда Он Присоединился К Альянсу Зомби Восточного Моря Фан Юян Не Видел Ни Одного Гу Бессмертного Восьмого Ранга Даже Проверка Его В Альянсе Зомби Восточного Моря Живые Гу Бессмертные Не Могут Стать Высшим Руководством Альянса Зомби Причина Должна Заключаться В том Что Альянс Зомби Восточного Моря Обладает Огромной Силой У него Достаточно Уверенности И фундамента Фан Юян Тайно Анализировал 7 дней Спустя Пчелиной Море Бесчисленные Группы Пчел Вышли Из Бесчисленные Лодочные Цветы Эти цветы Были Ярких Цветов Они Были Размером С Маленькие Лодки Они Были Похожи На Свитки Раскинувшиеся В море Цветов Пчелиной Море Было Морским Районом Который Был Связан С Цветочным Морем В Пчелином Море Жило Большое Количество Водяных Пчел Этот Особый Тип Пчел Мог Летать Только Временно Они Были Более Искусны В Свободном Плавании В море Каждый Год В мае Бесчисленные Лодочные Цветы Плывут Вместе С Волнами Пребывая В район Пчелиного Моря Это Была Единственная Возможность Для Водяных Пчел Собирать Нектар В воздухе Этого Моря Фан Юань Акула Демон И Другие Построились Так как Они Вели Интенсивные Переговоры С Гу Бессмертными Клана Сун В конце Концов Через 30 минут Обе Стороны Пришли К Соглашению После Того Как Обговорили Гонорар Сун И Ше И Другие Больше Не Преследовали Проступки Син Сян Цзы Несмотря На То Что Син Сян Цзы Сделал Это Не Специально Это Все Равно Было Ошибкой Он Не Только Должен Был Извиниться Но И Компенсировать Сун И Ше Сот Камней Бессмертной Сущности Син Сян Цзы Не Мог Оплатить Все Сразу Поэтому У Него Было Шесть Платежей Он Мог Сначала Заплатить Сотню Камней Бессмертной Сущности Затем 120 Во Вторую Часть И 140 Камней Бессмертной Сущности В Третью Согласно Соглашению Если Бо Он Сум Камней Бессмертной Сущности У Тай Ба Юнь Шина И Акулы Демона Получив В Общей Сложности 600 И Передав И Сун И Ши Выражение Лица Сун И Ши Было Мрачным Она Получила Эти Камни Бессмертной Сущности Сердито Уставившись На Фан Ю Яня Она Холодно Сказала Извинись Фан Ю Янь Был Человеком Действительно Заслуживаю Смерти Пожалуйста Прости Меня Тогда Почему бы Тебе Не пойти Ли Не умереть Вмешалась Сун И Ши Фан Ю Янь Горько Улыбнулся Если бы Я полностью Увидел Тело Феи Ши Я бы Заслужил Тысячу Смертей Но Фея Должна Знать Туман В горячем Источнике Густой Ты Также Использовал Изолирующий Бессмертный Убийственный Ход Ее мог быть Бессмертный Убийственный Ход Даже Если Был Туман Сун Иши Заранее Избавилась От него Ей Не нравилось Когда Ей Мешали Но Сун Иши Не Возражал Против Чуши Фан Ю Яня Даже Если Этот Развратный И бесстыдный Старик Видел Все Ее Тело Сун Иши Должна Была Отрицать Это И Отказываться Признать Это У Двух Бессмертных Из клана Сун Было Ошеломленное Выражение Лица Они Даже Тайно Жалели Этого Син Сян Цзы Фан Ю Ясно Объяснил Это Правда Заключалось В том Что После Того Как Это Дело Было Раскрыто Клан Сун Тщательно Осмотрел Деревню Клан Или Это Подводное Течение Сформировалось Лишь В последние Несколько Лет Из За Того Что Сун Иши Невнимательно Осмотрел Дно Своего Вулкана Образовалась Такая Лазейка Син Сян Цзы Только Взглянул Из За Густого Тумана Он Ничего Не Мог Видеть Но Он Должен Был Компенсировать 600 Камней Бессмертной Сущности Это Была Просто Слишком Большая Цена В Конце Концов Все Потому Что Клан Цун Был Супер Сил С Большим Фундаментом Если Бы Син Сян Цзы Оскорбил Кого То Еще Все Было Бы В Порядке Но Он Действительно Посмотрел На Сун Иши Хотя Она Сама Не Была Проблемой Ее Поддержал Первый Верховный Старейшина Клана Сун Сун Ци Юань Если Бы Не Акула Демон Ведущие Переговоры По Этому Вопросу От Имени Альянса Зомби Восточного Моря Если Бы Не Альянс Восточного Моря Зомби Который Был Сильнее Клана Сун Фан Юань Не Смог Бы Заплатить Всего 600 Камней Бессмертной Сущности Чтобы Решить Этот Вопрос Син Цзи Даже Несмотря На То Что С Этим Делом Покончено Я Не Хочу Чтобы Ты Когда Либо Снова Появлялся Передо Мной Сун Леди Су Бай Мэн Прощайте Береги Себя Ответил Акула Демон На данный Момент Инцидент Был Разрешен Акула Демон Снова Пригласил Фан Юань И Тай Бай Юньшина В Акуле Море В Качестве Гостей Но Фан Юань Отверг Его Он Сказал Акуле Демон Что Хочет Посмотреть Есть Ли Какие Либо Прибыльные Миссии В Ныне Фан Юань И Утешил Его Сказав Что Альянс Зомби Имеет Свободную Структуру И Не Будет Ограничивать Его Свободу Игра Фан Юань Была На Высоте Он Заставил Акулу Демона Поверить Что Он Действительно Был Одиноким Культиватором Который Очень Стремился К Свободе Поскольку Фан Юань Отверг Их Акулы Демон Субай Фан Юань Фактически Взял На Себя Несколько Миссий По Дедукции От Альянса Зомби Восточного Моря Он Был Бдительным Человеком Должен Был Довести Игру До Конца Не Оставил Б Огрехов В Таких Деталях У Фан Юань Был Жетон Миссии И Смертный Гу Пути Информации Для Связи Было Легко Принимать Миссии Ему Не Нужно Было Лично Отправляться В Благословенную Землю Бессмертного Королевства На Самом Деле Фан Юань Больше Не Собирался Лично Входить В Благословенную Землю Бессмертного Королевства В Конце Концов Там Стояли На Страже Бессмертные Зомби Восьмого Ранга Против Таких Великих Экспертов Хотя Фан Юань Имел Убийственный Ход Смутно Знакомым Лицом Он Не Был В Нем Уверен Несмотря На То Что Я Потратил 600 Камней Бессмертной Сущности Если Я Смогу Успешно Войти В Альянс Зомби Северных Равнин Это Будет Того Стоить Теперь Мне Нужно Дождаться Когда Альянс Зомби Восточного Моря Выпустит Несколько Миссий Касающихся Северных Равнин Очень Гладко В Этот Момент Ему Просто Нужно Было Подождать Затем Фан Юян Использовал Исправленное Бессмертное Путешествие И вернулся В Благословенную Землю Бессмертной Ху Его И Тай Бай Юнь Шен Пути Разошлись Он Использовал Пейзаж Как Прежде Чтобы Проложить Путь И Подружиться В Мир Бессмертных Восточного Моря Используя Свет Мудрости Фан Юян Потратил Короткое Время Чтобы Завершить Все Миссии Подедукции Которые Он Взял У Альянса Зомби Восточного Моря Если Бы Это Было В Прошлом Эти Миссии Подедукции Заняли Бо У него Большую Часть Месяца Но Теперь Фан Юян Использовал Только Несколько Дней Фан Юян Постепенно Чувствовал Что Его Он Умел Строить Заговоры Против Людей Это Делало Фан Юян Очень Совместимым С культивированием Пути Мудрости Кроме Того С Высоким Качеством Наследства Пути Мудрости И Мудростью Гу Девятого Ранга Мог Ли Путь Мудрости Фан Юян Не Улучшиться Радикально Выполнив Эти Миссии Фан Юян Не Сдал Их Эта Скорость Была Слишком Шокирующей Она Была Не На Том Уровне Достижения Который Он Показал Им Что Касается Камней Бессмертной Сущности Которыми Фан Юян Был Обязан Тай Ба Юнь Шин И Акуле Демон Он Не Беспокоился Фан Юян Мог Решить Не Возвращать Долг Тай Ба Юнь Шин Что Касается Акулы Дем Он Несмотря На То Что Он Нанес Ущерб Четырем Источникам Дохода На Благословенной Земле Звездной Формы Когда Переместил Ее Ежемесячная Прибыль Фан Юяня По-прежнему Достигала Тысячи Камней Бессмертной Сущности Но Несмотря На Это У Фан Юяня Все еще Не Было Денег Будь То Реформа В Благословенной Земле Звездной Формы Юяню Нужно Было Накормить Большое Количество Бессмертных Гу Которое У него Было Если Бы Они Умерли От Голода Его Потери Были Бы Слишком Велики Поиск Продолжительности Жизни Гу Перевоспитание Фан Чжина Допрос Пленников Строительство Четвертого Каменного Гнезда Фан Юян Улучшение Его Бессмертных Убийственных Ходов Изучение Новых Техник Пути Мудрости Для Следующего Вторжения В Благословенную Землю Юэлу Покупка Червей Гу Покупка Опустошающих Зверей Пути Силы Изаброшенные Растения Покупка Опыта И Знаний По Выращиванию Волосатых Мужчин Исследование Фруктового Дерева Весенней Мечты Все эти Вопросы Были Сложными Фан Юяню Нужно Было Их Решить Несмотря На То Что Бессмертное Тело Зомби Не Требовало Отдыха Необходимого Обычным Людям Фан Юянь Все Еще Чувствовал Что У Него Недостаточно Времени Фан Юянь Ясно Понимал Своё Затруднительное Положение Однажды Тот Факт Что Он Был Виновником Обрушения Здания 88 Истинных Ян Будет Раскрыт Он Должен Был Использовать Этот Период Времени Чтобы Как Можно Больше Вырасти Чтобы Избавиться От Слабостей Которые У Него Были Фан Юянь Хотел Бы Разделить Своё Время Или Даже Разделить Себя На Две Части И Работать Пока Он Был Занят Своими Делами Фан Юянь Также Наблюдал За Ситуацией Во Внешнем Мире Он Уделял Меньше Внимание Западной Пустыни И Южной Границы Центральный Континент Все Еще Находился Под Воздействием Затянувшегося Эффекта Соглашения Пути Очищения Что Касается Северных Равнин То После Того Как Старый Предок Сюиху Победил Яхуана И Небесного Лорда Байцзу Казалось Что Наступил Мир И Покой Но Фан Юянь Присоединился К Битве Чтобы Защитить Лан Я Он Знал Что Старый Лорд Цаньян И Другие Исследователи Центрального Континента Были Здесь Поэтому Хотя Северные Равнины Казались Спокойными Фан Юянь Мог Чувствовать Сильные Подводные Течения Пробуждающиеся В темноте Что Касается Восточного Моря То В Настоящее Время Самые Популярные Новости Были О Клане Сун И Изменил Свою Внешность И Заключил Сделку С Гу Бессмертным Из Клана Ся Вот Товары На Этот Раз Проверьте Их Фан Юянь Убрал Печальных Пауков На Этот Раз Гу Бессмертным Из Клана Ся Был Ся Ширан Он Имел Стабильную Личность И Был Довольно Мудрым Он Был Известен Как Дуэт Мозгов И Мускулов Клана Ся Вместе С Ся Хуч Ся Ширан Осмотрел Его И Удовлетворенно Кивнул Нет Проблем Возьми Это Он Бросил Сумму Камней Бессмертной Сущности Фан Юяню Но Теперь Все Было По Другому Кроме Камней Бессмертной Сущности Был Также Жетон И Смертный Гу Пути Информации Это Был Жетон Транзакции Клана Транзакции Клана Ся Сэр С этим Жетоном Вы Теперь Являетесь Торговым Партнером Клана Ся И Можете Пользоваться Множеством Льгот Подробности Записаны В Смертный Гу Пути Информации Естественно Вы Можете Отказаться И От Этого Жетона Сказал Ся Ширан Фан Юян С радостью Принял Этот Знак Фактически Он Торговал С Западная Пустыня Была Наиболее Развитой В Торговле Каждая Сверхсила Выпустит Свой Соответствующий Жетон Транзакции Но Жетон Транзакции Клана Ся Был Самым Ценным Причина В том Что Клан Ся И Клан Тянь Занимались Бизнесом Больше Всего Среди Всех Супер Сил Западной Пустыни С Наибольшим Количеством Торговых Партнеров Фан Юян Хотел Выйти На Рынок Западной Пустыни И Это Можно Было Легко Сделать С Помощью Жетона Транзакции Клана Ся И Он Также Мог Хорошо Ладить С Другими Торговыми Партнерами Клана Ся Естественно В этом Были И Свои Недостатки Клан Ся И Клан Тянь Были Самыми Большими Конкурентами Принятие Жетона Транзакции Клана Ся Означало Близость К Клану Ся Поэтому Фан Юян Было Бы Трудно Вести Дела С Кланом Тянь Гу Бессмертными Которые Владели Жетоном Транзакции Клана Тянь С Этим Жетоном Транзакции Я Могу Официально Участвовать В торговле Рыбой Драконом И Жуткими Огненными Драконьями Питонами Моя Прибыль Каждый Месяц Будет Проходить Тысячу Камней Бессмертной Сущности Когда Я Восстановлю Другие Ресурсы Мой Заработок Каждый Месяц Будет Приближаться К Двум Тысячам Фан Юян Не скрывал Своей Радости С улыбкой Принимая Этот Знак Ся Ширан Тоже Улыбнулся Что Касается Ся Ширана Фан Юян Был Чрезвычайно Загадочным С тех Пор Как Принимая Жетон Транзакции Клана Ся Это Действие Означало Быть Ближе К Клану Ся И Ся Ширан Естественно Выразил Больше Доброй Воли С Жетоном Транзакции Фан Юян Начал Бродить По Миру Гу Бессмертных Западной Пустыни В течение Следующих Нескольких Дней Путь Был Расчищен С помощью Жетона Транзакции Даже Если Это Была Первая Встреча Фан Юян Смог Беспрепятственно Заключить Несколько Сделок С Участием Рыбой Драконом И Жутких Огненных Драконьих Питонов Большинство Этих Сделок Были Краткосрочными И Только Одна Или Две Сделки Были Долгосрочными Но Фан Юян Считал Что С Течением Времени И Увеличением Количества Транзакций Количество Этих Долгосрочных Сделок Будет Увеличиваться И Становиться Более Стабильными С Радостным Настроением Фан Юян Покинул Западную Пустыню Но Когда Он Ступил На Благословенную Землю Бессмертный Ху Он Получил Шокирующую Информацию Что Сун И Ши На самом Деле В порыве Гнева Сравняла С Пик К К К Присоединились Многие Другие Силы И Гу Бессмертные Стремящиеся Получить Некоторые Преимущества Во Время Этого Хода Событий Сун И Ши Столкнулась С Женщиной Гу Бессмертной Демонического Пути Змея Семи Марии Которая Высмеивала И Клеветала На Нее Говоря Что Ее Тело Стоило Всего Шестьсот Камни Бессмертной Сущности Настроение Суны Ши Упало До Глубины Души И После Возвращения В порыве Гнева Она Отправилась На Тот Безымянный Остров И Вырезала Всех Смертных И Зверей На Острове Затем Она Вызвала Цунами И Пять Или Шесть Раз Затопляла Весь Остров Естественно На Этом Безымянном Острове Никто Не Выжил Для Других Это Не Стоило Упоминать Поэтому Шок Фан Юяня Был Бы Странным С Точки Зрения Большинства Людей Что Теперь Произойдет С Леся Я Изначально Суны Ши И Леся Я Были Известной Парой Но Теперь Из-за Меня Суны Ши Убила Всех Предков Леся Я Разве Это Не То же Самое Что Убить Леся Я У Выдающегося И Могущественного Леся Я Из Его Прошлой Жизни Не Было Шансов Оказаться В Центре Внимания Истории Как Жаль Я Собирался В Будущем Связать Удачу С Леся Я Он Также Был Довольно Удачливым Человеком Фан Юян Внутренне Вздохнул Будущая Структура Восточного Моря Значительно Изменилась Из-за Него И Насколько Далеко Это Изменение Затронет Другие Вопросы Фан Юянь Также Не Знал Несколько Дней Спустя Произошло Событие Которое Потрясло Фан Юяня Еще Больше Что Небесный Грот Звездного Неба Разрушен И Бесчисленные Фрагменты Небесного Грота Падают Вниз Как Метеоры Заставляя Силы Всех Размеров И Бесчисленных Гу Бессмертных Сражаться За Них Фан Юянь Потерял Дар Речи Согласно Его Воспоминаниям Из Прошлой Жизни События Когда Небесный Грот Звездного Неба Раскололся И Упали Вниз Должно Было Произойти Сотни Лет Спустя Как Это Могло Случиться Так Рано В Этой Жизни Это Из-за Меня Я Получил Преимущество От Звездного Лорда Ван Сяна И Бессмертного Короля Обезьян Шилия И Привел Бессмертного Зомби Дитя Семи Звезд К Пробуждению Из Царства Снов В результате Чего Шилия Оказался В Ловушке В Небесном Гроте И У Него Не Было Другого Выбора Кроме Как Просить Поддержки Из Секты Боевых Бессмертных Дитю Семи Звезд Пришлось Сражаться Против Секты Боевых Бессмертных Но Несмотря На Территориальное Преимущество Секта Боевых Бессмертных Представляет Собой Колоссальную Силу Из-за Которой Дитя Семи Звезд Почувствовал Что Ситуация Далека От Хорошей Решив Взорвать Небесный Гроб Звездного Неба И Утащить Их Вниз С Ним Предположение Фан Снов Преподобной Бессмертной Звездное Созвездие Не Просыпаясь Хотя Звездный Лорд Ван Сян Умер Шилу Наследовал Это Состояние Он Не Отчитывался Перед Сектой И Тайно Прокрадывался Каждый Раз Когда Открывалась Трещина И Бессмысленно Грабил Ресурсы Однако В этой Жизни После Того Как Фан Ю Ань Пробудил Дитя Семи Звезд Обратившись За помощью К секте Боевых Бессмертных В конце Концов Секта Боевых Бессмертных Не Смогла Насильственно Подавить Дитя Семи Звезд Поскольку Я Не Могу Получить Его Вы Можете Забыть О Его Получении Имея В Виду Эту Мысль Дитя Семи Звезд Взорвало Небесный Грот Звездного Неба И Решительно Прекратило Соперничество С Бессмертными Секты Боевых Бессмертных Таким Образом Обломки Небесного Грота Упали На Землю Центрального Континента Раньше Чем На 2-3 Сотни Лет Фан Юань Потерял Дар Речи После Того Как Услышал Эту Новость Я Уже Превратил Северные Равнины В Беспорядок Из-за Обрушения Здания 88 Истинных Ян Уничтожения Благословенной Земли Императорского Двора Восточное Море Тоже Изменилось Лися Я Больше Нет Сейчас Центральный Континент Тоже Переживает Кардинальные Изменения Раньше Времени Рухнул Небесный Грот Звездного Неба В соответствии С этой Тенденцией Центральный Континент И Восточное Море Изменится До Неузнаваемости Прямо Сейчас Весь Центральный Континент Был Потрясен Этим Событием Бесчисленные Гу Бессмертные Гу Мастера Сверхсилы И другие Силы Всех Размеров Стекались К фрагментам Мира Небесного Грота Что Такое Съезд Пути Усовершенствования Центрального Континента Все Это Было Отброшено На задний План Их Разума Фан Юань Не мог Негорько Улыбнуться Небесный Грот Звездного Неба Распался В очень Неподходящее Время Если Бы Он Рухнул 200 Или 300 Лет Спустя Фан Юань Мог Бы Получить Немалую Пользу Потому Что Это Было Время Когда В Пяти Регионах Началась Хаотическая Война И Царство Грез Проявились Во Внешнем Мире Чемпионы И Воины Появлялись Бесконечно Старые Сверхсилы Были Заняты Своими Делами Это Было Наиболее Выгодно Одиноким Культиватором Таким Как Фан Юань Однако В Настоящее Время Хаотическая Война Пяти Регионов Еще Не Началась Центральный Континент Находился Под Властью Небесного Суда А Десять Великих Древних Сект Твердо Контролировали Весь Центральный Континент Фан Юань Мог Предвидеть Что Этот Первоначальный Хаос Продлится Лишь Короткий Период Времени Прежде Чем Десять Великих Древних Сект Возьмут Под Контроль Всю Ситуацию Настоящими Бенефициарами Без Сомнения Будут Они Небесный Суд Стоящий За Ними Развитие Событий Шло Согласно Предсказанию Фан Юаня Изменение Ситуации Произошло Даже Быстрее Чем Предполагал Фан Юань Десять Великих Древних Сект Центрального Континента Стабилизировали Ситуацию Быстро Заключив Внутренние Соглашения Изгнав Все Остальные Силы Игу Бессмертных Фан Юань Получил Глубокое Впечатление От Колоссальных Сил Которые Были Десятью Великими Древними Сектами Очень Жаль Небесный Грот Звездного Неба Дитя Семи Звезд И Этого Царства Грез Фан Это Огромное Преимущество Однако Следующее Изменение Событий Превзошло Все Ожидания Фан Юяня Письмо От Хэфэн Яна Пришло К Фан Юяню Через Дыру В земле Гу В письме Хэфэн Ян От Имени Секты Бессмертного Журавля Пригласил Фан Юяня Исследовать Фрагмент Мира Небесного Грота Звездного Неба Может Быть Взгляд Фан Юяня Резко Прояснился Мысль В его Голове Заставила Его Взволнованно Встать И громко Рассмеяться Рассмеявшись Фан Юянь Пробормотал Про себя Я не могу Быть Неосторожным Хотя Вероятность Того Что Эта Ловушка Довольно Мала Лучше Сначала Выяснить Прежде Чем Отвечать Два Дня Спустя Фан Юянь Пришел В горную Долину На Центральном Континенте Эта Безымянная Долина Была Крайне Бедна Припасами И ничем Не Была Примечательна Но Из-за Того Что Сюда Упал Большой Фрагмент Небесного Грота Звездного Неба Эта Долина Уже Была Окружена Союзными Силами Десяти Великих Древних Сект Составив Тысячу Ли Вокруг Запретной Зоны Если Бы Другие Гу Бессмертные Вошли В этот Диапазон Они Были Бы Убиты Беспощады Фан Юян Также Не Осмеливался Безрассудно Передвигаться Хэфэн Ян Лично Вышел Чтобы Поприветствовать Его И Провел Его В Долину Там Было Более Десяти Гу Бессмертных Из Десяти Великих Древних Сект Охраняющих Долину Малыш Не Делай Глупостей Внутри Подумайте О Долгосрочных Последствиях Молодой Человек Видя Как Хэфэн Ян Ведет Фан Юяня У Других Гу Бессмертных Не Было Приятных Выражений Они Либо Угрожали Либо Советовали Сэр Это Фан Юян Из Группы Бессмертных Вышла Бессмертная Женщина В белой Одежде Ты Фея Байцин Фан Юян Слегка Сфокусировал Взгляд И поклонился Не Меняя Выражения Лица Фея Байцин Кивнула Фан Юян Говоря Теплым Тоном Ты Тот Человек Которого Часто Упоминала Моя Дочь В Этом Споре Сейчас За Право Собственности На Фрагмент Небесного Грота Я Надеюсь Что Вы Можете Быть Милосердны Мы Обязательно Отплатим Вам Было Другого Выбора Кроме Как Явиться Лично И Попросить Фан Юя Дать Ей Немного Литься У Фан Юя Был Свой План И Он Без Колебаний Принял Его Сотрудничество С вашей Стороной Было Приятным Опытом Леди Байцин Может Чувствовать Себя Непринужденно Фея Байцин Удовлетворенно Кивнула Многие Другие Гу Бессмертные Холодно Фыркнули Холодный Взгляд Промелькнул Мимо Глаз Хефэн Яна Войдите Остальные Уже Вошли Ваше Развитие Самое Высокое Поэтому Вы Последний Тяжело Сказал Хефэн Ян Фан Юян Кивнул И Двинулся Вперед Пейзаж Внутри Долины Был Странным Как Мираж То Что Выглядело Как Кусты Было Синими Как Море Волнами Небесного Грота Вход Был Открыт Что Позволяло Его Исследовать Глядя На Фан Юяня Шаг За Шагом Продвигающегося Внутрь Хефэн Ян Не Мог Успокоиться И Снова Напомнил Не Забывай То Место О Котором Я Тебе Говорил Ты Должен Занять Его Не Беспокойся Фан Юянь Махнул Рукой Не Оборачиваясь На Глазах У всех Его Тело Полностью Вошло В Фрагмент Небесного Грота Фан Юяня Гляделся И Увидел Что Озеро Сияет В Отраженном Свете Озеро Имеет Широкую Поверхность Окрашенного Множества Оттенков Синего Как Только Он Вошел В мир Фрагмента Небесного Грота Звездного Неба Он Приземлился В этом Голубом Озере Озеро Имело Огромную Площадь Поверхности Недалеко От Центра Озера Было Несколько Небольших Островков Заросших Растительностью Если Смотреть Еще Дальше То За Голубым Озером Виднелись Слой Горных Хребтов Они Были Окрашены В цвет Индиго Нежно Смешивая С небом Фан Юань Стоял На Поверхности Воды Как Будто Он Стоял На Земле С С точки Зрения Смертного Гу Мастер Эта Способность Стоять На Воде Была Очень Впечатляющей Но Теперь Для Фан Юаня Это Было Так же Просто Как Дышать Прежде Чем Войти Глубоко В Фрагмент Небесного Грота Фан Юань В последний Раз Посмотрел Под Себя Только Чтобы Увидеть Что Под Ним Голубое Озеро Внезапно Треснуло Как Треснувшее Зеркало Поверхность Этого Озера Была Полностью Разбита Через Это Зеркало Фан Юань Мог Видеть Внешний Мир Он Видел Эту Безымянную Долину На Центральном Континенте А Так Ж Фигуры Гу Бессмертных Они Смотрели На Фан Юань Сложными Взглядами Фан Юань Внутренне Усмехнулся Развернулся И Отпрыгнул От Озера Небесный Грот Звездного Неба Был Очень Уникален В нем Было Семь Изолированных Областей Он Не Был Похож На Обычный Небесный Грот Очевидно В Небесном Гроте Звездного Неба Было Много Знаков Да Путь Космоса И Все Они Также Были Очень Особенными В Небесном Гроте Звездного Неба Было Много Опустошающих Зверей После такой Напряженной Битвы В сочетании С мародерством Секты Боевых Бессмертных И разрушением Небесного Грота Звездного Неба В мирах Фрагментов Должно Остаться Очень Мало Опустошающих Зверей И Древних Опустошающих Зверей Прямо Сейчас В этом Мире Фрагмента Небесного Грота Есть Два Опустошающих Зверя И Одно Опустошающее Растение Фан Юань Пролетел По небу Когда Вспомнил Информацию Которую Ему Рассказал Хэфэн Ян Эти Два Пустынных Зверя И Одно Опустошающее Растение Были Опустошающий Зверь Рыба Дракон Черепахой Со Скрытой Сущностью И адская Трава Соответственно Пока Кто-то Был Гу Бессмертным Они Знали О Рыбе Драконе Они Очень Часто Использовались В качестве Им можно было Заменить Часть Еды Для Бессмертного Гу Конечно Бессмертные Гу Были Уникальны Их Потребности В кормлении Могли Быть Очень Причудливыми Эффект От Рыбы Дракона Был Намного Ниже Кроме Того В пищу Можно Было Использовать Только Мясо Рыбы Дракона Уровня Опустошающего Зверя Среди Опустошающих Зверей Наименьшая Боевая Сила Должна Быть У Опустошающего Зверя Рыбы Дракона По слухам Рыба Дракон Это не Вид Происходящий Из мира А вид Искусственно Созданный Пищевым Путем Черепаха Со Скрытой Сущностью Была Редким Опустошающим Зверем Пути Мудрости У него Были Странные Привычки Когда Он Взрослел Он Оставался На Одном Месте И Переставал Двигаться Со Свою Ауру И Мог Хорошо Прятаться Его Было Трудно Найти Только Когда Он Почувствует Огромную Опасность Он Переместится Он Не Остановится Пока Не Найдет Место Для Отдыха В Котором Он Удовлетворится После Этого Он Останавливался И Прятался В Своей Раковине Снова Терпя Непогоду Будь То Ветер Дождь Снег И Далее Если Мудрости У нее Была Врожденная Связь С Путем Мудрости Это Был Духовный Зверь Пути Мудрости У него Была Естественная Способность Находить Безопасное Место Для Жизни Многие Гу Бессмертные Пути Мудрости Использовали Черепаху Со Скрытой Сущностью Чтобы Помочь Им Когда Они Сталкиваются С Захват Этой Черепахи Скрытой Сущности Был Полезен Для Гу Бессмертных Поскольку Она Не Двигалась И Имела Сильную Защиту Секта Боевых Бессмертных Не Атаковала Его Поспешно Адская Трава Была Такой Же Она Приросла К земле И Не Могла Двигаться Она Не Представляла Большой Угрозы Пока К ней Не Приближались Стебель Адской Травы Был Очень Полезен Для Гу Бессмертного Пути Души И Поскольку Адская Трава Содержала Большое Количество Знаков ДА Пути Души Со Временем Это Повлияло На Окружающую Среду Широкий Диапазон Окружающей Адскую Траву Стал Рассадником Для Червей Гу Пути Души Нижняя Трава Оказала Огромное Влияние На Изменение Они не ожидали Что Дитя Семи Звезд Будет Таким Решительным Он Скорее Потянет Всех За Собой В результате Чего Небесный Грот Звездного Неба Разобьются И Упадут Эта Ситуация Уже Вышла Из-под Контроля Секты Боевых Бессмертных Мир Фрагмента Этого Небесного Грота Звездного Неба Стали Точкой Переговоров Для Десяти Великих Древних Сект Центрального Континента Они Определили Определенные Сроки И Вошли Чтобы Собрать Ресурсы Внутри Хэфэн Ян Представлял Секту Бессмертного Журавля И Прежде Чем Войти В Мир Фрагмента Небесного Грота Он Дал Фан Юяню Несколько Миссий Три Из Них Касались Рыбы Дракона Адской Травы И Черепахи Со Скрытой Сущностью Если Вы Сможете Захватить Всех Троих Живыми Это Будет Лучше Всего Согласно Договору Вы Можете Получить Одну Треть Стоимости Того Что Получите Хэфэн Ян Сказал Фан Юян Несмотря На То Что На Бумаге Фан Юян Был Подчиненным Секты Бессмертного Журавля Это Было Не Так Как Человек Непосредственно Вовлеченный В Это Хэфэн Ян Прекрасно Знал Об Этом Таким Образом Он Знал Что Для Того Чтобы Заставить Его Усердно Работать Он Мог Вызвать Интерес Фан Юяня Только С Помощью Преимуществ Несмотря На То Что Фан Юян Был Всего Лишь Бессмертным Зомби Шестого Ранга Нижнего Уровня У Него Было Огромное Преимущество Перед Этими Тремя Опустошающими Зверями Или Растениями Поскольку У Фан Юяня Был Не Только Собственный Бессмертный Гу У Него Также Бессмертный Гу Который Секта Бессмертного Журавля Специально Одолжила Ему Наличие Бессмертного Гу Было Совершенно Другим Уровнем Боевой Мощи По Сравнению С Отсутствием Бессмертного Гу Несмотря На То Что Рыба Дракон Черепаха Со Скрытой Сущностью И Адская Трава Были Очень Сильными Существами У Них Не Было Бессмертных Гу Если Бы Они Это Сделали Они Были Были Ходячими Сокровищами Гу Бессмертные Уже Атаковали Будь То Бессмертный Зомби Дитя Семи Звезд Или Секта Боевых Бессмертных Как Они Могли Не Нанести Удар Обычно Внутри Небесных Гротов И Благословенных Земель Не Было Диких Бессмертных Гу Потому Что Как Только Дикий Бессмертный Гу Был Сформирован Гу Бессмертным Забирал Их Для Собственного Использования В конце Концов Оставление Дикого Бессмертного Гу Не Принесло Б Пользы Благословенной Земле Вместо Этого Кроме Того Владелец Небесного Грота Звездного Неба Дитя Семи Звезд Давно Проснулся Как Владелец Как Он Мог Не Знать Существуют Ли Дикие Бессмертные Гу Даже Если Дитя Семи Звезд Было Занято И У Него Не Было Времени Небесного Грота Звездного Неба Подверглись Нападению Секты Боевых Бессмертных Они Тщательно Обыскали Если Бо Он Не Был Особенным Бессмертным Гу И Не Мог Бы Хорошо Скрыться До Этого Момента Его Бы Там Не Было Согласно Карте Рыба Дракон Находится Здесь В этом Голубом Озере Недалеко От Маленького Острова В центре Озера Фан Юян Летал В небе Его Взгляд Сиял Его Самый Большой Интерес Среди Драконов Все Это Было Заманчивым Состоянием Для Фан Юяня Подумать Только Что У Меня Так Быстро Появится Второй Опустошающий Зверь Рыба Дракон Хэм Так Как Я Могу Забрать Одну Треть Прибыли Я Выберу Рыбу Дракона Фан Юян Подумал Об этом И Почувствовал Внутреннюю Радость Тем Временем На Маленьком Острове На Имели Пятый Ранг Совершенствования Кроме Одного Молодого Гу Мастер Который Был На Пике Четвертого Ранга Этого Юношу Звали Ваев Ушан Он Был Главой Элитных Учеников Которые Представляли Поместье Небесной Зависти Он Был Влюблен В Фею Беся И Однажды Сразился С Фан Джином Но Проиграл Фан Джин Сохранил Ему Репутацию И Признал Что Это Была Ничья Поскольку Он Сохранил Свою Репутацию Он Испытывал Чувство Благодарности К Фан Джину Чувствуя Себя В Долгу Перед Ним Первоначально Он Был Четвертого Ранга Среднего Уровня Но В Этом Соревновании За Ресурсы Поместья Небесной Зависти Принял Меры Чтобы Специально Поднять Его Уровень Культивирования До Четвертого Пикового Уровня С Одной Стороны Они Готовили Следующие Поколения Учеников Они Были Надеждой На Будущее С Другой С 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 Небесного Грота Звездного Неба Десять Великих Древних Сект Центрального Континента Вступили В ожесточенную Конкуренцию Дитя Семи Звезд Был Очень Безжалостен Он Сам Взорвал Небесный Грот Звездного Неба Но Он Очень Хорошо Контролировал Взрыв Почти Никто Из Гу Бессмертных Не Мог Войти В Меры Фрагментов Только Их Ученики Могли Войти Исследовать Их Как Упоминалось Ранее Эти Меры Фрагментов Небесного Грота Имели Редкие Знаки Да Они Были Разорваны И Сломаны Как Дома Которые Вот Вот Рухнут Они Могли Существовать Только В течение Определенного Периода Времени Между Тем У Гу Бессмертных Были Метки Да Они Были Похожи На Гигантов Насильственное Проникновение В Меры Фрагментов Было Похожи На То Как Гиганты Входят В Маленький Дом Единственным Результатом Будет Разрушение Дома И Уничтожение Всех Ресурсов Внутри В своей Прошлой Жизни Фан Юань Стал Гу Бессмертным Путь Крови И создал Секту Демонов Кровавого Крыла Когда Небесный Грод Звездного Неба Был Разрушен Он Также Приказал Смертным Гу Мастерам В Демонической Секте Войти Вместо Него В Меры Фрагментов Искать Ресурсы Но Теперь Почему Фан Юань Мог Войти В него Говоря Об этом Он Несколько Не знал Смеяться Или Плакать Над Причиной Это Было Потому Что У Фан Юя Небал Нижний Уровень Совершенствования Среди Гу Бессмертных У него Было Мало Знакомого Лица Был Бессмертный Гу Поедание Силы Изменение Региональной Ауры Гу Бессмертного Включало Использование Поедания Силы В обратном Порядке Чтобы Расходовать Знаки До Пути Силы Несмотря На То Что У него Были Гигантские Рогатые Овцы И другие Опустошающие Звери Пути Силы Чтобы Увеличить Количество Знаков До Пути Силы В последнее Время Он Много Маскировал Себя После Подведения Итогов Своих Достижений И потерь Был Предел Тому Сколькими Путями Которыми Он Мог Получить Знаки До Пути Силы Таким Образом Фан Юань Мог Войти А другие Гу Бессмертные Нет Он Только Что Достиг Верхнего Предела Того Что Может Выдержать Мир Фрагмента Было Очень Мало Людей Которые Могли Быть Такими Жалкими На своем Уровне Развития После Того Как Стали Гу Бессмертным Самое Главное Из-за Его Личности Секта Бессмертного Журавля Могла Использовать Его Это Было Соревнование Между Десятью Великими Древними Сектами Если Бы Фан Юань Не Был Вспомогательной Силой Секты Бессмертного Журавля Он Был Быгу Бессмертным Аутсайдером Ему Не Разрешили Бывойти Другие Секты Это Был Праведный Путь Они Внимательно Следили За Правилами Они Не Были Похожи На Демонический Путь Который Смотрел На То У Кого Больше Кулак Соревнуя С силой Против Силы Или Видя Кто Более Безжалостен И Подлый Первым Правилом Демонического Пути Было Отсутствия Правил Будь Проклята Это Секта Древней Души Они На Самом Деле Устроили Переполох С Опустошающим Зверем Рыбой Драконом Чтобы Помешать Нам В этот Момент На Маленьком Острове В центре Озера Группа Из Поместья Небесной Зависти Оказалась В ловушке Они Не Могли Продвинуться Перед Ними Грохотали Волны Поднимались Приливы Вода Была Величественной И Коварной Пять Рогу Мастеров Из Поместья Небесной Зависти Нахмурились Глядя На Озеро Они Чувствовали Гнев И Беспомощность Сквозь Воду Озеро Они Могли Смутно Разглядеть Что В глубине Озера Плавает Огромный Монстр Каждый Раз Когда Хвост Двигался Возникали Течения Когда Поднимались Огромные Приливы На Создавался Громкий Звук За Которым Следовала Дрожь Под Ногами У Всех Люди Из Поместья Небесной Зависти Оказались В Ловушке На Этом Маленьком Острове Глядя На Волны Перед Собой Их Лица Были Бледными Они Были Беспомощны Они Ничего Не Могли Сделать Опустошающий Зверь Рыба Дракон Обычно Был Мирным Редко Впадал В Ярость Но Ранее Гумастера Из Секты Древней Души Использовали Какой-то Метод Чтобы Заставить Этого Опустошающего Зверя Рыбу Дракона Сойти С ума Он Был В Состоянии Берсерка И Буйства Он Потерял Свой Разум И Естественный Характер Гумастера Из Поместья Небесной Зависти Обладали Способностью Взбираться На горы Слишком Опасно Секта Древней Души Действительно Могла Влиять На Опустошающего Зверя Рыбу Дракона Они Должно Быть Использовали Бессмертную Технику Секты Мы Из Поместья Небесной Зависти Также Принадлежим К одной Из Десяти Великих Древних Сект Мы Не Можем Проиграть Секте Древней Души Старейшина Джунин Давайте Также Воспользуемся Нашим Бессмертным Методом Пока Они Были Беспомощны Гумастер Из Поместья Небесной Зависти Не Мог Не Предложить Это Услышав Что Существует Бессмертный Метод Другие Гумастера Проявили Воодушевление И В Их Глазах Засиял Свет Старейшина Джунин У которого Был Метод Нахмурился Он Горько Вздохнул Если Бо Я Мог Использовать Его Я Б Уже Сделал Это Зачем Мне Ждать До Сих Пор Он Рассказал Всем О Своих Трудностях Как Оказалось Перед Этой Поездкой Джунин Был Призван Верховным Старейшиной Ему Дарован Бессмертный Гу И Некая Бессмертная Сущность Но Этот Бессмертный Гу Использовался Для Защиты И Не Помог В данной Ситуации Избавиться От Рыбы Дракона Секта Дала Тебе Бессмертного Гу Как Выглядит Бессмертный Гу Я Никогда Раньше Его Не Видел Быстрее Давайте Посмотрим На Это И Расширим Наше Видение Откровенное Признание Джунина Вызвало У всех Сильное Любопытство Они Сразу Забывают О Стоящей Перед Ними Проблеме Им Хочется Видеть Блеск Бессмертного Гу Джунин Снова Горько Улыбнулся Скажу Честно Я Только Бегло Взглянул На Этого Бессмертного Гу Прежде Чем Верховный Лорд Поместил Его В Мое Тело Прямо Сейчас Я Даже Не Знаю Где Бессмертный Гу Находится В Моем Теле Не Говоря Уже О Попытках Вернуть Его Все Были Очень Разочарованы Они Хором Вздохнули Только Глаза Ваевушаня Ярко Сияли Он Сказал В восхищении Было Бы Здорово Если Бы Я Однажды Смог Получить Бессмертный Гу Который Принадлежит Мне Остальные Четыре Старых Гу Мастера Посмотрели На Ваевушаня И Либо Горько Улыбнулись Либо Покачали Головами Ваевушан Был Слишком Молод Молод Люди Любили Мечтать Это Собственного Бессмертного Гу Кто Не Хотел Бы Стать Великим И Могучим Бессмертным Но Бессмертный И Смертный Были Разными Мирами Реальность Была Жестокой Бесчисленное Количество Людей Утратили Свою Молодость Мечты Бесчисленного Количества Людей Были Разбиты Сколько Людей Действительно Могли Бы Стать Бессмертными Лидер Джу Нин Вздохнул Пока У нас Нет Лучшего Пути Мы Можем Только Ждать Когда Рыба Дракон Успокоится Мы Отправимся В Путь Но Таким Образом Остальные Девять Сект Получит Все Самые Лучшие У Нас Будут Только Остатки Обеспокоенно Спросил Мастер